Здравствуйте, коллеги! Скажите, пожалуйста, как работает звук? Всем ли у меня видно, слышно? Связь? Давайте посмотрим с вами сразу. Можно включить звук, наверное, вам голосом ответить, можно в кадре. Евгения, спасибо большое, кто был в прошлый раз с нами. Помню, что у нас были проблемы со связью. Надеюсь, сегодня это не повторится. Хорошо, что меня хорошо слышно. Сегодня, надеюсь, все будет гораздо лучше. Ведро из кадров берем. Я тоже вас рада видеть, Юлия Федоровна. Спасибо большое. Может быть, пока у нас еще есть минутка до начала, пока мы ждем, что к нам кто-то присоединится. На прошлой неделе с вами работал Павел. Из ваших комментариев, которые я сейчас пролистала, я поняла, что вы учились делать хромакей. По крайней мере, много комментариев было с этим связано, да? Хорошо, получилось. У вас всех попробовали. Многие писали в конце, что не хватает практики, будем практиковаться. У кого удалось за эту неделю попрактиковаться? У кого все вышло? Кто-то работал с этой программой в течение недели или, например, еще нет, только на семинарах? Евгения, вижу ваш ответ. Спасибо большое. Так, у нас с вами здесь коллеги четверо, трое участников и один модератор. Но я надеюсь, что к нам присоединятся, нас с вами посмотрят и послушают уже потом в записи. Уверена, что этот вебинар будет интересен и тем, кого сегодня с нами все равно нет, кто к нам не присоединился. Итак, коллеги, добрый день еще раз. Мы с вами теперь уже официально начинаем наш вебинар. Сегодня его веду я, Емельянова Юлия Олеговна, учитель английского языка, средняя школа номер 5, город Колпашево. Он находится на, по географии, как я люблю это говорить, на севере Томской области. И, соответственно, часто у нас возникают такие трудности, что наши дети, наши ученики, они довольно изолированы от тех мероприятий, которые проходят по России. То есть, например, конечно, когда это конкурсы, ну, вроде большой перемены, то да, сейчас там много приложили усилий к тому, чтобы они стали практически очными, чтобы дети имели возможность выезжать и так далее. Но таких конкурсов достаточно мало. И поэтому вот эта проблема того, что наши дети достаточно в изолированном пространстве растут, растут, горе-то-сириск, здравствуйте, то вот именно это, конечно, внуждает нас думать о том, что мы могли бы сделать для наших детей, чтобы эти искусственно созданные барьеры преодолеть. Причем это не только у нас связано с нашим географическим отдаленным регионом, но такое бывает, в принципе, и в небольших городах, которые вот от столицы далеко, в плане того, что дети не имеют возможности часто выезжать, даже если Москва не так далеко. Вот, поэтому, конечно, те с вами, наши с вами вот эти медиатехнологии, которые мы изучаем, они нам помогают решить эту проблему. И я уверена, что сегодня мы об этом тоже поговорим. Начать я хочу с вот такого сегодня материала. Так, давайте вот сейчас мы попробуем. Омск тоже вас приветствует. Здравствуйте, Ольга Витальевна, рада вас тоже приветствовать. Омск и Томск почти у нас рядом находятся. Так, давайте посмотрим. Мне нужна демонстрация рабочего стола. Так, и мы с вами вот переходим вот к этой. Так, у нас, смотрите, сегодня, коллеги, к сожалению, с нами нет сегодня Кирилла, поэтому, если что-то идет не так, я прошу вас сигнализировать. Я, наверное, буду периодически здесь выходить из нашей презентации, чтобы у меня была возможность видеть ваши комментарии. Наверное, даже придется вот так сделать, чтобы я периодически переключалась с одного экрана на другой и могла видеть ваши комментарии. То есть, если у вас нет возможности включить звук, значит, вы мне пишите в комментариях, я буду сюда заходить смотреть. Итак, значит, я сегодня хотела рассказать вот о чем. У нас сегодня студии телевидения образуются не только в школах, но и в детских садах. Совсем недавно была на конкурсе, где как раз методисты детских садов рассказывали о том, что у них появилась возможность создавать собственные студии. И они как раз рассказывали о тех проблемах, которые у них возникли. В связи с этим я решила сегодня с вами поделиться и этим видением на проблему, потому что действительно такая проблема существует. И есть ряд вопросов, которые хотелось бы осветить до того, как этим займешься. Ну, мы с вами уже в прошлый раз поговорили, кто такой медиапедагог. Но мы ничего не говорили о том, насколько важна здесь нормативная база и есть ли она вообще. Насколько это долгосрочный проект, может ли он или не может быть. Затем поговорим, какая ресурсная база в учреждении необходима для того, чтобы мы могли реализовать этот проект. Какие направления для развития у педагогов в этом случае появляются. Какие результаты могут свидетельствовать о том, что вы действуете в правильном направлении. И как перейти от вашей маленькой локальной студии к центру медиаобразования, который, возможно, в вашем регионе тоже существует. Просто, может быть, вы об этом не знаете. Итак, я начну с вот такой вот интересной картинки, отдаленно относящейся к нашей теме. Дело в том, что многие понимают карьеру только исключительно в вертикальном смысле. И, ну, когда я была совсем молодым педагогом, я переехала вот как раз из Красноярска в этот наш маленький городок. Друзья моего мужа, далекие от образования люди, они меня все время спрашивали, «Ты кто по профессии учительниц? Ух ты! Наверное, ты когда-нибудь станешь директором школы». И для них это было вот, ну, кодом для того, чтобы считать, что человек достиг успеха. Годы идут, я их надежды не оправдываю, директором школы не становлюсь на руководящей должности, не соглашаюсь. Соответственно, и это иногда требует неких пояснений. То есть я не считаю себя несостоявшимся человеком в карьере, просто у нас с ними не совпадает понимание того, что такое успешный карьерный рост. В представлении, если можно было бы сказать, карьера действительно не выстраивается линейно. И это связано с тем, что у меня двойное образование. Я учитель русского языка и литературы, но я не хотела поступать на филологический факультет, потому что считала, что такое образование будет достаточно плоским. Поэтому я нашла факультет, где обучали двум специальностям, плюс еще иностранный язык. Впоследствии оказалось, что именно эта специальность для меня явилась приоритетной. То же самое касалось и моего пути в образовании. Я сегодня вам буду как раз рассказывать о методических особенностях использования медиаинструментов на уроках. Смотрите, в чем здесь особенность. В том, что я, когда начала работать 17 лет назад, тогда говорили, что информационные технологии, возможно, вы тоже с этим сталкивались, информационные технологии – это не только информационные технологии, и совмещать ее с какой-то другой было бы неправильно. Для меня вот это всегда вызывало какой-то диссонанс, когда я говорила, тема твоего самообразования какая? Информационные технологии я все время говорила, ну так не может быть. Мы должны развивать что-то большое и чистое, но при этом использовать инструменты и относиться к ним точно так же. И вот именно эту возможность… Давайте я сейчас выгляну на секундочку в наши с вами комментарии, чтобы убедиться, что у нас там нет никаких тревожных поводов отключаться, все хорошо. Так вот, и получается, что я уже в тот момент говорила, что мне необходимо видеть какую-то еще точку опоры в этом. И в нашей русской методике сколько я чего не изучала, я не могла найти. И вот в 2013 только году, когда я попала на стажировку в Америку в университет Джорджа Мэйсена, я там впервые познакомилась с монографиями, вот, например, Престилы Нортом, вы видите ее вот в центре кадра, которая как раз рассказывала о том, что нет, мы не учим технологиям, мы учим через технологии чему-то вот большому и важному. В частности, она, как и я, является приверженницей использования технологий развития критического мышления через чтение письма, РКМЧП, возможно, вы тоже с этим сталкивались. И поэтому она говорила, нет, логично, нужно использовать инструменты. Поэтому для меня совершенно понятно, что вот если говорить о карьере, то не все хотят вверх. Кого-то устраивает и вот такой иногда горизонтальный вид, а иногда и вовсе. Вот этот значок я нашла в учебнике физики, это, пожалуй, единственный раз, когда физика мне пригодилась, потому что я полный гуманитарий. То есть я здесь для себя отмечаю, что рост может быть любым. Мы можем развиваться в какой-то горизонтальной плоскости, дойти до точки, на которой нам кажется, что этот материал мы изучили, найти себе другое. И вот для меня в этом случае как раз сначала цифровые инструменты, а потом и в целом медиапедагогика, она стала той точкой отсчета, когда, получается, ты на свою профессию взглянул немножко по-другому, слегка со стороны и увидел какие-то для себя грани развития, которых ты не видел ранее. Ну вот так, например, у нас получилось в нашей школе. Я напоминаю вам, да, что вот эти вот... Я сегодня загружу тоже, сегодня у меня получше связь, поэтому все презентации выгружу, если будет в этом необходимость. По этим QR-кодам можно проходить по тем ссылкам, которые ведут на то, о чем я рассказываю. Ну вот, например, как у нас это реализовывалось? То есть мы начали в нашей школе с того, что вот использовали вот эти цифровые инструменты, затем я внедряла концепт поиска, о котором сегодня буду говорить. И таким образом у нас сформировался целый класс детей, ну то есть это прям несколько параллелей классов было, которые хорошо научились все использовать и делать. Из них получилась уже команда. Эта команда, она говорит, слушайте, а мы ведь умеем делать многое. И они, да, мы умеем делать качественные видеопродукты, мы хотим открывать что-то новое, мы хотим выйти за пределы урока. И, соответственно, вот эти люди говорят, слушайте, давайте создадим школьное телевидение, давайте попробуем, конечно, сказали мы. И уже с этой позиции, смотрите, это вот та точка, в которой вы сейчас находите. Понятно, что ваши детки маленькие, поэтому они не могут быть инициаторами, но они станут вашими яркими помощниками. И некоторые форматы детских вот этих тележурналов вы, конечно, можете реализовать. То есть очень легко дети снимают новости, берут интервью. Понятно, что обработка сценария в этом случае ляжет на ваши плечи, но это будет очень мило смотреться. Мы несколько выпусков таких новостей смотрели вот недавно. Очень замечательно. А мои дети, школьники, принимали участие как раз с одним из садов в съемках одного новостного репортажа. И меня поразило, насколько старшая школьная группа вполне может сделать качественный продукт. Но мы не имеем в виду сейчас монтаж, мы имеем в виду, как они спокойно выполняют инструкции воспитателя. И, в принципе, получается, что соответствует тому сценарию, который он задумал. И это вполне реально сделать. Вот. И получается, смотрите, что мои дети уже из этого, из этой позиции, они выходят в другую медиасферу. Мы смотрим другие новости других ребят. Мы связываемся с другими школами, кто занимается этим же. То есть мы общаемся, мы встречаемся, мы ездим на конференции, которые уже не имеют отношения к нашей предметной сфере. Мы вышли за пределы английского языка и урока в целом. И мы вышли на проектную деятельность. Вы тоже наверняка проектами сейчас занимаетесь, потому что ваши дети переходят к нам в начальное звено. У нас подкос проекты уже обязательно. И у нас, например, на основании этого получается, что мы уже делали даже и международные проекты. Значит, медиапедагога мы с вами в прошлый раз обсудили. Я вот сейчас продолжу говорить о том, как в моей карьере вот эти несколько грани соприкасаются. И вы вот постарайтесь подумать, а у вас сколько сейчас грани? Ваша карьера таким образом развивается? В одной сфере или все-таки вы тоже стараетесь несколько? И если возможно, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, чтобы мы сейчас могли это обсудить. То есть посмотрите, например, я говорю, если я начала с изучения цифровых инструментов, то вот в 2016 году прошел первый конкурс «Ай. Учитель всероссийский» от Рыбаков фонда, наверняка вы слышали про него, да, я стала вот тогда его победителем. Это, получается, сфера у нас была, ну, исключительно цифровая, связанная с уроками английского языка. После этого, вот как я уже сказала, мы перешли к созданию телевидения, его создали, стали сотрудничать с региональными издательствами, где публиковала я различные статьи о нашем образовании, какие образовательные мероприятия в регионе проходят, где мы участвуем. И, соответственно, в 2017 году я уже стала медиапедагогом года. То есть это уже совсем другая сфера. Мы, получается, с вами даже уже от иностранного языка перешли к инструментам, от инструментов в сфере медиа. И вот в этот момент, ну, получается, возникает вопрос, а где у вас язык, Юлия Олеговна? Вы вообще занимаетесь языком? Вы же учитель английского языка? Да, занимаюсь. То есть на основании вот этих материалов, которые мы публиковали, и я публиковала. В 2018 году проходил конкурс юных писателей среди школьников и также среди преподавателей, кто мог бы стать сопровождающими в университете, в штате Айова, двухнедельный курс для молодых писателей. Я туда подала вот эти статьи, вот эти документы. Видите, я говорю, плавно перетекается из одной сферы в другую. И выиграла этот конкурс. И стала теперь, получается, уже практику проходить по развитию литературной грамотности, но на английском языке, что для меня, как для педагога, это было, конечно же, очень важно. Таким образом, получается, что мы можем реально в своей деятельности сочетать несколько различных сфер, и каждая из них будет обогащать нашу деятельность, и, соответственно, наших детей, с которыми мы работаем. Давайте сейчас еще раз я выйду на секундочку, посмотрим комментарии, появились у нас или нет. Чтобы... Так, добрый день. Да, нет. Коллеги, значит, пока все у нас идет хорошо, да? Может быть, какие-то вопросы возникают? Вы тоже, пожалуйста, их фиксируйте здесь. Не очень, конечно, так неудобно переглядываться, но тем не менее. Итак, значит, продолжим. У нас... ...который от любительской студии... Как я сказала, это в детском саду вполне реализовать очень даже можно, и это может стать тем хорошим глобальным проектом, с которым вы выйдете на большие крупные конкурсы, например, «Воспитатель года», потому что здесь у вас возможность будет реализовывать сразу очень много направлений работы с детьми. Ну вот, например, это «Радуга ТВ», так называлось наше телевидение, самого первого состава, это вот очень давно, в 2015 году он был создан, то есть и мы за это время сменили очень много названий. Мы были... Мы сначала назывались просто «Школьные новости», затем «Школьное ТВ», «Тележурнал», «Студия школьного телевидения», «Радуга ТВ», и сейчас вообще «РТВ» у нас уже, дети перешли к этому. При этом у нас обычная школа, не имею, ну, на тот момент была, не имели мы никаких совершенно материалов, которыми можно было бы располагать. У нас было всего два педагога-учителя английского языка, кому было это интересно, и кто хотел с детьми этим заниматься. У нас отсутствовала как таковая образовательная программа, мы писали ее с нуля, и параллельно с детьми учились тому, что значит быть журналистами, и что, в принципе, нужно знать журналисту, или человеку, который занимается медиаинструментами. Нам выделили один час в неделю кружковой деятельности, непонятно, что это занимало все выходные, и буквально и дома монтировали, ну, то есть одним часом здесь явно и не пахло. Ну, и плюс в школе не было ни одной камеры или фотоаппарата, поэтому себе на день рождения я подарила фотоаппарат, который принесла в школу, отдала в пользование детям. Те приходили тоже со своими инструментами, но я напомню, что это было достаточно давно, и мы просто с этого начинали. Потом эту проблему удалось решить. Мотивированные дети у нас были, что очень, конечно, скрасило весь процесс, потому что когда горят глаза у детей, когда ты видишь, что им это интересно, и некоторые буквально только из-за этого приходят в школу и вот остаются в деятельности включенными, ты понимаешь, что этим стоит заниматься. Вот так выглядел наш сайт. Сразу хочу вас предостеречь от этой ошибки, которую мы допустили. То есть если вы подумываете о том, чтобы вот создать, например, свою такую студию детского телевидения, и вам нужен сайт, на котором вы будете все это выкладывать, пожалуйста, не повторяйте наших ошибок. Отдельный сайт – это совершенно непродуктивно. У вас наверняка есть сайт вашей организации, можно страничку там создавать, а можно и нужно даже лучше использовать какие-то уже паблики, которые, собственно, пользуются популярностью у родителей хотя бы. То есть ваши дети редко выходят в соцсети, мы там ориентировались на это, но у вас все родители достаточно молодые, они все находятся в какой-то соцсети, например, в ВК, там вполне можно сделать закрытую группу, и тогда вы потратите гораздо меньше сил, потому что мы прям разрабатывали сайт, причем у нас в команде был информатик, который писал нам отдельный код. Это были такие затраченные усилия, но при этом, понимаете, отклика никакого, потому что мы могли что-то делать, но никто этого не видел, никто специально не заходил на какой-то сайт. Все ждали, что это где-то под руками еще возникло. А под руками оно могло быть где? Только в новостной ленте соцсетей, которую родители или дети и так пролистывали. Сейчас у нас вот есть наша страница в соцсети, да, она у нас выглядит, ну, сейчас даже она опять уже не так выглядит, постоянно дизайн меняется, дети приходят новые, которым интересен дизайн изучать, и они согласно этому делаются, совершенно, то есть я не возражаю, потому что, конечно, тем более сейчас я уже являюсь просто наставником молодого педагога, который у нас будет заниматься полностью этим процессом. Впервые в жизни нашей появился у нас медиапедагог, который будет отдельно заниматься прям только вот этим. Это для меня, конечно, просто огромный подарок судьбы. Почему мы называли Радуга ТВ свой канал? Потому что у нас он состоял из семи разных рубрик. Это сейчас слово Радуга не всегда радостное, но на тот момент мы как-то об этом и не задумывались. То есть он у нас состоял из семи частей. Вы видите, это школьные новости, где мы снимали различные мероприятия, проходящие здесь и сейчас, то есть или планирующие. То есть здесь прям у нас был ведущий в студии, то есть это вот формат, который легко можно вам реализовать. Когда дети коротенькие новости рассказывают, то есть ваши детки несколько фраз могут. Конечно, эти подводки снимать, это довольно, ну, трудоемко, но тем не менее это смотрится очень мило и интересно. Затем была рубрика социальные ролики. То есть у нас каждый наш выпуск состоял вот из семи этих частей. Например, социального ролика я в прошлый раз вам показывала. Не показывала, рассказывала про него. Если сегодня останется время, возможно, покажу просто, чтобы понимали, что я подразумеваю под словом социальный ролик. А то мы, может быть, с вами еще и разные вещи здесь имеем в виду. Шоу со звездой. Сюда мы приглашали как городских знаменитостей, так и успешных выпускников школы, которые были известными. Ну, у вас, например, конечно, там может быть другая какая-то рубрика, может быть, с какой-то мультяшкой, и можно что-то творческое придумать. Советы мудрейших. Это была очень, ну, с юмором снята рубрика. Дети как раз ее очень сильно любили. Устами младенца. Ну, вот видите, здесь ваши дети для нас были теми самыми младенцами, куда мы ходили за мудростью. И взрослые вопросы задавали детям и получали интересные ответы. Затем школьная жизнь. Неформальная рубрика, где дети сами решали, что они хотят и в каком формате снять. И мы не препятствовали им. А, соответственно, обратная связь – это чаще всего мы приглашали как раз родителей, которые другими глазами смотрели на нашу школьную жизнь. Это вот тоже выпускники, например, школы, которые о чем-то хотели рассказать уже вот другим школьникам других поколений. Поэтому вот все семь рубрик – это, конечно, было опять… Вот я же говорю, я сегодня говорю о ошибках нами допущенных и о том, что мы потом осознали. Этот выпуск, представляете, сколько сил требовало для того, чтобы его подготовить. Все семь рубрик – отснять, материал придумать, спланировать и так далее. Это все, конечно, гигантских усилий требует, но при этом… Так, коллеги, смотрю, от вас вопросов пока никаких нет, да. Но при этом отклика не очень. То есть если это такая рубрика, когда все-все-все туда соединяли рубрики в один выпуск, мы получали выпуск длиной, например, 25 минут. Но 25 минут досматривали только самые преданные родители вот этих самых детей, которые в этом выпуске снимались. Остальные, в принципе, выбирали отдельные рубрики. И мы потом так стали делать. У нас журнал мы переименовали в тележурнал и стали уже отдельные рубрики публиковать на разных неделях, чтобы вообще, в принципе, понять, какая из рубрик пользуется больше популярностью у наших зрителей. Вот в 2017 году стали говорить о том, что детское телевидение должно появляться практически во всех школьных организациях. Причем часть должна быть посвящена новостным сюжетам, связанным с образованием в России, воспитательного значения. А другие – это школьная жизнь, которая от наших детей. Ну вот мы еще раньше, чем этот приказ был издан, мы уже как раз перед собой эту задачу поставили и осознали, что, в принципе, наш проект решает много других задач. Здесь у нас и сплочение коллектива, да, безусловно, потому что коллектив детский, когда особенно школа большая, не получается его как-то сдружить. И они иногда даже друг друга совсем не знают. Поэтому вот было интересно посмотреть, как они начали чувствовать себя единым коллективом. Профессиональная ориентация, кстати, вот, это очень важный вопрос. Меня часто спрашивают, сколько ваших школьников поступили на факультеты, например, журналистики. Я говорю, ни одного. И этим горжусь, потому что многие из них к нам приходили с идеей, что я прирожденный журналист. Когда они изнанку эту профессию увидели, то есть вот ближе с этим столкнулись, походили на практику, на телевидение мы проводили такие профессиональные пробы, они многие увидели, что это не так романтично, как им казалось до этого, и под другим ракурсом, посмотрев на эту профессию, решили, что это может стать вполне хобби. И да, видеоблогингом занимаются практически все наши выпускники, но все они выбрали другую специальность, как свою основную профессию. Создание единого пространства. Да, это очень важно, потому что школьный сайт не всегда справляется с этой. Там слишком много очень каких-то формальных новостей, которые обычных детей не затрагивают, и поэтому дети туда не ходят, на школьный сайт. Туда ходят в основном родители в поисках информации. А здесь было пространство, куда заходили все. То есть вот у нас сейчас, например, 600 детей в школе и более 700 подписчиков в группе. Ну, конечно, я не понимаю, что младшие классы у нас там не подписаны, то основная часть школы вся в нашей группе, вот это телевидение состоит, и все новости отсматривают, реагируют, комментируют, это все, конечно, объединяет. Дальше, гражданская позиция. Вот как раз вот этот момент. Многие дети сейчас не очень... А тут они видят живые примеры активных детей. И это все заставляет задуматься, ну, а я же ничем не хуже, я тоже на это готов. То есть эту воспитательную задачу мы тоже при помощи этого проекта решали. Ну и плюс социализация. То, о чем я сказала. Когда мы выходим на другой уровень, когда мы начинаем общаться с другими школами, с другими ребятами, дети понимают, что, ну, то, что они находятся где-то там на краю Томской области, это совершенно не важно. Важно, что они могут свою коммуникацию выстраивать так, как выгодно. И вот что у нас было за пределами школы? То есть это уже было школьное сообщество. Мы вышли в социальные сети, мы вышли в профессиональное сообщество, где именно были группы по монтажу, по съемке, по репортажам, по интервью. То есть каждый уже искал, чтобы научить. Мы выходили на международные проекты и на социальных партнеров, которые становились нашими друзьями. Вот вы видите, как менялась состав. У нас в рамках нашего большого телевидения появлялись проектные группы. То есть когда группа говорила, мы хотим заниматься только социальными роликами. И мы будем называться вот так, и наш проект будет вот такой. Мы никогда не противились. Конечно, это очень интересно, и дети имеют право на самовыражение. То есть и у вас, например, в рамках одного большого проекта вы можете каким-то образом планировать деятельность ваших детей и выстраивать ее. В 2019 году у нас состав. Вы видите, вот если сейчас... ...проблемы, они столкнулись. У нас совершенно пришлось обновлять состав. Основной костяк детей, которые пришли в 2015 году, за это время они все подросли, выпустились. И мы столкнулись с тем, что у нас вот малыши, которых просто придется заново всему учить. Но мы, в принципе, с этой проблемой тоже справились. У нас проходит в этом сообществе регулярно учеников, родителей и учителей. У нас там происходят регулярные выпуски, демонстрации в холе школы, в классных кабинетах. Кстати, от демонстрации в холе школы мы сначала отказались, потому что это было больше шума, чем толку. Но я думаю, что в актовом зале вам можно в ваших условиях демонстрировать. Это не вызывает каких-то проблем, я думаю. Затем проведение конкурсов за победу, в которых ученики получают право поучаствовать в съемке выпуска. Оказалось, что это тоже очень мотивирует к тому, чтобы дети смотрели выпуски, реагировали, писали комментарии. Таким образом мы создавали аудиторию, на которой мы потом работаем. И плюс те социальные ролики, которые мы снимали для выпуска, для того, чтобы родителям показать, чем вообще дети заняты, мы показывали на общешкольных родительских собраниях. У вас такие тоже собрания проводятся, поэтому я думаю, какие-то трогательные ролики, например, что такое счастье или социальный ролик родителей, вы могли бы тоже со своими учениками, со своими ребятами для родителей снять. Давайте еще раз я вернусь, посмотрю, нет ли у нас комментариев. Так, коллеги, используем в разных сферах, да, конкурсах. Все, это очень замечательно. Дети осваивают за... Евгения, большое спасибо. Здорово, что у вас даже дети осваивают азы этого просто. В ролике о выпускниках на выпускной, да, безусловно, это, конечно, тоже, да, 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 это то, без чего не обойтись. Спасибо большое. Ну, то есть в вашем заведении действительно уже прям на очень серьезном уровне развито это все. Я за вас очень рада. Ну, а у вас прям... Так, ну, вот вижу, что вы это все используете, но, получается, отдельно студию вы еще не создавали, да? Вот у вас нет прям... Вы школьную студию создавали, нет такого? В принципе, если вы создали, да, она у вас называется детский сад, все замечательно. Ну, то есть вот вы, в принципе, уже вообще являетесь лидером в вашем регионе. Я уверена, что, значит, на... Ага, светлячок называется ваша студия. То есть я уверена, что, значит, ваши коллеги ваш опыт тоже перенимают. Здорово вообще, вами можно только гордиться. Так, коллеги, ну, я продолжу, да, если нет пока вопросов, хорошо. Значит, ну, вот все примеры, которые я здесь привожу, социальных роликов, мы с вами посмотрим, если у нас останется время концепта, потому что хотелось бы сначала вот основную информацию рассказать, которая к вам сегодня пришла. Значит, в социальных сетях не только существует страничка группы, но еще и вот, как я уже сказала, да, у нас есть группа профессиональных сообществ, а также наши дети, в принципе, сами себя уже тоже начинают реализовывать. Вот вы сейчас видите бывшего ученика, выпускника нашей студии, который теперь стал у нас педагогом и вернулся в нашу школу. География общения. Вот здесь вы видите, когда мы находились в разных выездных поездках, наши дети сотрудничали с учениками других школ. А кроме этого, вот почему здесь такой кадр с камеры, потому что это наш первый грантовый подарок, который нам удалось выиграть у скамеры для нашего сообщества. С этого вот у нас процесс пошел, и сейчас, конечно, да, у нас уже большое количество разной техники у детей есть. Кроме того, вот вы видите, различные есть журналистские смены в детских лагерях отдыха. Вот здесь у нас это океан, орленок и так далее. Каким образом можно реализовать через это международные проекты? Примером этого, вот здесь есть ссылка как раз на весь фотоальбом, я сейчас несколько только приведу примеров, по-моему, здесь даже у нас... Да, вот один. Скайп-конференция с иностранными друзьями. Я на прошлом нашем вебинаре рассказывала о том, как можно снимать какие-то общие проекты, видеофильм, например, там «Дорога в школу» и так далее. Здесь вы сейчас видите пример телемоста, когда мы уже после того периода знакомства, когда с детьми обменивались различными видео, здесь мы объединились для того, чтобы побеседовать. То есть, ну, беседа была на английском языке, но детям было интересно, что с разных частей света с ними соединяются и дети, и ученики, ой, ученики и учителя. Ну, вы видите, что они довольно странно одеты, это как раз для того, чтобы показать, что в России зима и холод, то есть они открывали окно, сколько они брали снег, показывали и так далее. То есть, вот это к тому, что владение как раз уже всеми этими инструментами позволяет выйти на совсем новый уровень, который позволяет детям делать вот проекты совершенно такого плана, который до этого они не могли создать. Что я имею в виду под социальными партнерами? Вот, Евгения, вам эта информация наверняка пригодится, если вы еще этого не делали. То есть, мы сначала очень стеснялись, конечно, обращаться за помощью к нашей местной телестудии. Нам казалось, что, ну, в принципе, зачем им с какими-то детьми связываться, что-то им показывать, рассказывать. А если приглашать специалистов платно, то, опять же, у нас этот проект был практически добровольным, никого ты там особо не пригласишь, мы так считали. На самом деле, чем крупнее профессионалы, это вот прям, ну, не секрет, конечно, а открытие для нас, которое вот нас поразило для глубины души, тем проще с ними договариваться и тем охотнее они соглашаются что-то сделать не за деньги, хотя мы вроде бы все с вами за деньги работаем, но тем не менее иногда что-то ты делаешь, потому что, ну, чем-то хочешь помочь, проекту какому-то, например. И вот здесь было именно так. То есть наши социальные партнеры, они с удовольствием приняли нашу команду, они устраивали и профессиональные пробы, они приглашали детей в студию, учили их программам, на которых сами работают, на профессиональной студии звукозаписи, они их привлекали для создания выпусков. После того, как наши операторы поднабрались опыта, они брали их с собой на городские мероприятия. Ну, то есть вы можете договориться, например, чтобы местное телевидение какую-то рубрику с вами могло создавать, и я уверена, что если у вас будут детки с хорошей дикцией, которые уже имеют опыт работы с камерой, они будут пользоваться большим спросом у взрослых дядей и тетей, и это тоже может развернуть всю деятельность вашей организации и посмотреть на это под другим углом. Мы не можем, конечно, тут не упомянуть. Вот нам, детям, мы устраивали для них каникулы, на которых рассказывали как раз о материале, и, соответственно, они им проводили бесплатные совершенные семинары, где она просто приходила, рассказывала, учила, водила к себе и так далее. То есть, ну, вот большое, огромное спасибо. Вот подтверждение того, что у нас было налажено, действительно, с ними сотрудники. Мы снимали звонка, и группа телевидения местного опубликовала наш ролик у себя на канале. Ну, то есть, как бы, вот признаки того, что действительно мы сотрудничаем. Что у нас может стать ресурсами для самообучения? Ну, я и говорю, что сейчас такой период замечательного времени, когда педагог может научиться в любом случае. Это нужно быть слепым и глухим, чтобы чему-то не научиться. Поэтому, кроме вот этих всех программ от Мувави, я надеюсь, вы с ними уже познакомились, посмотрели, по крайней мере, где это можно взять. Что еще является ресурсами для самообучения? А я на этом прямо делаю акцент. То есть, я не заканчивала ни одних специальных курсов, ну, кроме, я имею в виду тех, куда бы меня прям послали. Нет, я сама себе ищу, чем себя занять. И вот, ну вот, для меня началом было, например, сотрудничество сначала с коллегами из этой же сферы. Вот вы видите, здесь фото, опять же, 15-го года. Здесь Мария, которая сейчас в сообществе «Антитичер», и он является, ну, практически, каким одним из самых известных московских блогеров, которые работают в образовании. У него тоже есть свой блог, можете с ним познакомиться. То есть, я, знакомясь с ним, уже понимала, как в каком направлении у меня явно есть дефициты и, ну, что нужно делать. Кроме того, ресурсами для самообучения могут быть любые выездные экскурсии с детьми. Мы, конечно, договорились, вот вы видите, Россия, Томск у нас, Маяк и так далее. Мы туда попадали исключительно после конкурсов. И все это невозможно даже оценить, насколько большую помощь нам оказали эти люди. То есть, и вот здесь же также профессионалы России один, ну, и другие коллеги, кто с нами работал. Ресурсами для самообучения, как ни странно, могут стать и конкурсы. Потому что иногда на гранты, вот для того, чтобы выиграть грант, ты понимаешь, что у тебя все есть, но ты просто не можешь грамотно оформить документы или понять принцип заявки, как подавать заявку на гранты, что это такое. То есть, вот когда ты начинаешь с этими конкурсными программами работать, ты в какой-то момент начинаешь понимать, вот все, я волну уловил, у меня это получается. И тогда вот эти гранты один за другим успешны, они помогают действительно материально, материальную базу сделать богаче, а вам не ограничивать своих детей в том, какие жанры они будут использовать только потому, что у вас, например, не куплены хроматрии в школе. Что же может являться результатом? Давайте еще раз посмотрим, есть ли от вас комментарии, коллеги, если что, да, с ним, вот, прокручивают на своем канале, Евгения, да, вот это то мне. Ну, я поняла, что раз у вас уже создана студия, значит, это прям очень здорово и хорошо, что ваш опыт транслирует, и, возможно, он будет полезен и другим садикам вашего региона. Это отлично, конечно. Итак, что мы можем считать результатами нашей деятельности? Вот, ну, у каждого же все разные бывают измерители. Мы можем с вами измерить успехи учеников, и действительно, они стали более творческими, а действительно ли им стало проще работать с информацией, ведь и на это ставили акцент тоже. Насколько успешна теперь профориентация поставлена в вашем организации? Используют ли эти материалы другие коллеги? Повысилось ли качество обучения? Ну, у вас качество обучения, наверное, не измеряется, так я не могу компетентно что-то с вами обсуждать, конечно, потому что не знаю. Может быть, какие-то успехи педагога здесь можно, да, учитывать? Или наличие каких-то социальных партнеров. Но я, наверное, вот сделаю на чем акцент. На том, что мы себя оцениваем теперь уже как центр медиаобразования. Я считаю, что это действительно большой шаг, потому что мы от нашей локальной любительской студии маленького северного городка перешли к центру медиаобразования регионального значения, и мы свой опыт распространяем на другие организации. То есть у нас сейчас реализуются две программы дополнительного образования, а в этом году еще и новые, но пока мы о них не рассказываем, потому что мы пока только начали. Ну, мы туда уже и школу медиапедагога, и школа фотошкола, медиашкола и информационная грамотность. То есть у нас прям подразделения новые, но об этом я буду рассказывать, когда уже мы опыты сможем обобщить и показать. Кроме того, мы проводим различные, ну, есть сейчас те критерии, по которым на уровне нашего региона ценят организацию, которая занимается медиаобразованием. Ну, то есть у нас, например, важно, чтобы проводились медиаобразовательные мероприятия для широкой общественности, это и дети, и родители, и педагоги. Вот у нас для детей проводится, например, профильная смена блогерских каникул, я об этом расскажу сегодня. Акция «Мы за медиа безопасность» для родителей проходила просто по всем классным коллективам, и родители как раз оказались теми людьми, кто не очень-то умеет отличать правду от вымысла, как выяснилось. Тренинг мессенджера «Друг или брак» опять же, это оказалось полезным для родителей. То есть это те мероприятия, которые нам удалось вовлечь большое количество людей. Кроме того, нам удалось не только локальные какие-то мероприятия проводить, но и наша компания «Рада-ГТВ» приняла участие в большой этнографической экспедиции. То есть в нашем районе есть заброшенные села, которые практически уже разрушены, с ними нет никакой коммуникации, но там остались дома, в которых даже сохранились предметы быта начала 20 века. И вот именно по таким поселкам, к старожилам ездила экспедиция, и наша «Рада-ГТВ» в составе с ними для того, чтобы как раз собирать вот эти мемуары, собирать предметы быта, передавать их в администрацию района и так далее. И сейчас работа ведется над тем, чтобы создать вот некий такой музей под открытым небом, панель, где и будут выставлены различные вот такие зоны, очень интересные. Ну и, наконец, очень важный компонент, я думаю, что он вас тоже всех касается, интеграция медиа-образовательного компонента в содержание образовательной программы нашей организации. То есть недостаточно того, чтобы у нас был просто вот наш «Рада-ГТВ», который чем-то своим занимается, хотелось бы, чтобы педагоги все владели вот этими инструментами и могли это реализовать в своей деятельности. И мы действительно вот на это уделили большое внимание. У нас проходили сквозные подсоветы через несколько лет. Наших коллег, как использовать тот или иной инструмент, и потом показывали на практике, как это использовать. Почему важна такая вот такая единообразие? Потому что коллеги, если начинают использовать миллион всего, каждый свое, это хорошо только для эффекта вау какого-то, да, когда дети действительно удивляются, говорят, ну ничего себе, как же здорово, да. А мы-то, получается, потом какую нагрузку на детей даем? Им приходится приспосабливаться все время к какому-то новому приложению или еще чему-то, и это создает уже больше технических трудностей, чем образовательных целей. Поэтому, конечно, здесь хорошо, если в школе есть какой-то вот перечень приложений и инструментов, которые было бы оптимально использовать. Вот, то есть мы даже потом создали стажировочную площадку на базе нашей школы, где и рассказывали о том, как использовать те или иные инструменты. Ну и кроме того, медиаобразовательные практики мы транслируем и на другие организации образовательные, в том числе у нас даже была региональная стажировка, к нам приезжали из всего региона в наш район. Мы вот здесь на этом не очень, конечно, представительном фото, но это вот на уровне обсуждения, когда школы моего района собрались, мы вместе обсудили, как мы можем выгодно представить наш опыт и позвали к себе регион. И это было действительно очень такое масштабное событие. Ну, на этом с этой презентацией у нас все. Коллеги, давайте вернулась я сейчас к нашим комментариям. Комментариев не вижу новых, да, каких-то. Коллеги, есть какие-то еще, может быть, вопросы ко мне в качестве комментариев? Может быть, что-то кто-то хочет добавить, спросить? Ну, давайте тогда мы сейчас продолжаем, но если что-то будет возникать, вы мне, пожалуйста, сюда пишите. Сегодня, да, довольно неудобно, что с нами нет Кирилла, который мог бы нам комментировать ваши замечания, чтобы мне не приходилось отвлекаться. Но мы все с вами знаем, что бывают разные обстоятельства. Итак, давайте сейчас мы с вами, знаете, к чему вернемся? Вот после того, как я об этом всем вам рассказала, мы, давайте, чтобы не было очень много болтологии, попробуем перемежать с вами практику, с теорией. О чем сейчас я хочу сказать? В прошлый раз мы уже с вами проговорили правила съемок, и сейчас я хочу их немножко напомнить. Может быть, кто-то из нас не был. Мы сейчас их с вами проговорим, правила съемок, и затем посмотрим ролик. И вы мне скажете, во-первых, какие ошибки вы там увидели, ну, что из минусов можно было бы перечислить, какие виды планов вы там заметили, и в чем значимость каждого из планов, которые вы заметили. То есть, ну, если вот можно, мы с вами давайте немножко в интерактивном таком формате поработаем. Итак, значит, что у нас по правилам? Ну, вот эта картинка, вы наверняка помните, это мое было стенание о том, что формат, в котором мы снимаем, он может быть, конечно, разным, и зависит он от цели, где вы будете ваше видео использовать. То есть, если вы планируете использовать его на большом экране, а это вот любой телевизорный экран или мастер-класс, где вы будете выступать, то надо предполагать, что вертикальное видео не подойдет. Вертикальное видео можно снимать только в том случае, если у вашего сообщества есть, например, группа в Инстаграме, и вы хотите там опубликовать вот именно сториз, ну, тот формат. Да, безусловно, там, конечно, подойдет вертикальная съемка. Во всех остальных случаях вы должны понимать и помнить о том, что от вас ждут именно горизонтальное видео. Вторая у нас ошибка и значимый момент – это то, что ваше устройство, на которое ведется запись, оно обязательно должно быть зафиксировано. Напоминаю, да, об этом. Это может быть стандартный штатив, это могут быть любые подручные средства, но мы с вами помним, что в любом случае мы должны с вами зафиксировать предмет. Это прям вот на качестве отражается очень категорично, то есть если он у вас двигается, качество резко падает, вы это должны учитывать. Дальше горизонт мы помним, что бывает у нас завален, его при монтаже иногда можно исправить, но лучше, конечно, сразу в момент продумать и увидеть, что да, вы это все просчитали, увидели. Кроме того, очень важно учитывать, как падает свет. Я сегодня нахожусь не в очень выгодной аудитории, поэтому у меня есть источник света. Надо мной есть лампа специально с этой стороны, потому что за спиной у меня окно. Поэтому вот эти моменты тоже нужно обязательно учитывать, когда вы планируете съемку. Лучше всего снимать на улице, если есть такая возможность, или при дневном свете, который падает из открытого окна. Это оптимальный свет. Если нет, то тогда вы создаете какие-то приближенные к этому условия и оцениваете уже на месте. Но помните, что никогда из-за спины свет не должен падать. Мы с вами не рассматриваем профессиональное оборудование, хотя как раз именно вот такие сомбоксы сейчас закупила наша школа, и мы учимся их использовать. Но да, конечно, с ними изображение получается совершенно нового качества. Но нет и нет, можно и без них легко обойтись. Звук мы с вами проговорили в прошлый раз тоже, что мы можем его записывать на любое звукозаписывающее устройство. Начало вашей дорожки или эпизода, который вы планируете снять, лучше всего начинать с хлопка. Для того, чтобы точно сориентироваться, что вот отсюда пойдет наш звук, и вот при монтаже вы легко сможете его синхронизировать. Микрофоны бывают разными, петличные или специальные рекордеры. Все это мы можем с вами использовать в своей практике. Но чаще всего под рукой находится телефон. Были случаи, когда наши дети записывали звук прямо в кабинете, но при этом накрывшись курткой, чтобы избежать эффекта эха. Ну, это да, я тоже про это рассказывала, что мы можем с вами приближать наш кадр. И важно учитывать монтаж по крупности. Вот прямо сейчас эти планы еще раз мы назовем, для того, чтобы потом ролик проанализировать с этой точки зрения. Смотрите, у нас, мы вспоминаем, что у нас есть детальный план, план, когда видна каждая ресничка, каждый момент. Есть крупный план, когда просто видит главный наш герой. Первый, второй, средний план. Общий план, где общую картину. И дальний план, когда мы, в принципе, хотим показать, где проходит, ну, то есть, например, вид всей школы можно было бы здесь использовать. Они между собой сочетаются. Мы переходим с вами в определенном плане. Монтаж по крупности эту схему можно найти в интернете легко. Это доступный материал, это никем нами не выдуманное. То есть, вы можете легко это сделать. Вот у нас примеры дальнего плана. Общий план, средний второй, средний первый, крупный и детальный план. То, о чем я говорила. Дальше. Кадрирование. У нас, опять же, вот, как мы сказали, очень важное, что мы берем в ракурс. И если мы понимаем, что у нас с вами, вы видите, да, вот такая фигура, то для того, чтобы каждого из них нам показать, нам придется сделать три разных кадра. Кроме того, ну, это вот тоже ошибка многих школьников, которые снимают, например, что-то. Иногда для удобства они держат телефон перед собой и ведут таким образом трансляцию, а потом говорят, о, нет, боже, только не используйте, пожалуйста, это видео нигде, потому что я вот выгляжу вот так. Да, или когда, например, оператор высокий, он выставляет камеру неправильно, и у него тогда все в кадре получаются немножко такие коротконожки. То есть вот эти моменты, конечно, да, очень важно учитывать. Что такое раскадровка? Раскадровка – это идеальный вариант того, как вам снять ваш ролик качественно. То есть до того, как вы приступите к съемкам. Хорошо, если вы себе уже пропишите. Кстати, мы в Ави недавно создали специальный блокнот для раскадровки, но я вам сегодня покажу, что используем мы. Тоже, в принципе, неплохой вариант. И вы себе прям прописываете, где, какой план, зачем, от чего вы перейдете и для какого эффекта, что вы достигаете. То есть вот тогда ваш сюжет, вроде бы снятый на одну камеру из одной точки, он будет у вас смотреться очень живым. Ну, контакты мы выявили на тот случай, если вы, например, еще их не успели заполнить. Так, коллеги, вот мы сейчас эту презентацию закрываем. И давайте, пожалуйста, посмотрим ролик, который я вам предлагаю сегодня увидеть. Просмотрите, пожалуйста, его сейчас и просто обозначите вот в комментариях в нашем чате любые ошибки, которые вы заметили. И сколько планов вы насчитаете в этом ролике. Сколько действительно планов использовали при съемках этого ролика. Может быть, там тоже вы сейчас какие-то комментарии по этому поводу нам скажете. Итак, это, ну, так как не совсем этично используют чужие материалы, то ролик это будет. Путь к успеху, к победе у каждого человека свой. Путь и победа бывает разным. Для одного огромное достижение — это просто переломить себя и свои комплексы. Победить смущение, выйти выступать перед публикой. Для другого же — наоборот. Смолчать там, где эмоции через край, ведь это тоже маленькое, но победа. Есть то, что объединяет все сна. Этот путь не бывает лёгким. И чем сложнее терминские дорога к успеху, тем слаще минсторжества. Моя профессия стоит немало возможностей для преодоления себя. Нет, я не говорю о покорении Вселенной. Наше свершение скромное, будучное, ежедневное. Но от этого ещё более целое. Для меня главная победа — это не оставить на того равнодушных, воодушевить, заинтересовать, провести ребят за собой или хотя бы заставить задуматься. Ведь для рождения мысли — это и есть наш величайший успех. И не стоит даже говорить о том, что учителям бесконечно трудно приходится в море дышащих современных технологий. Шквал инноваций, поток информации, бесконечный простор в сети интернет и абсолютный шпиль в умах уставших от цифровой трудоверки подростков. Как сделать так, чтобы их заинтересовала не только форма, но и содержание? Возможно ли вздохнуть вторую жизнь в привычный смартфон? Как доказать, что в их указе инструмент саморазвития с огромным потенциалом, а не простая игрушка? На этом пути шашки в победе будут аккуратными, несменными, невероятно трудными для учителя. Ведь в этом случае ты всегда на пол шага будешь позади своих учеников. Но если ты убедил, ты победил. Для меня важно заразить настроение, желание жить и узнавать новое, открывать мир снова и снова в его бесконечном многообразии. И тогда даже объективные препятствия не помешают тебе достичь лиц цели. На пути в победе речи-то преграды, размываются границы до суда, стираются часовые пояса и исчезают языковые барьеры. Секунда, и весь необъятный мир у тебя на ладони. В современном мире у нас у всех есть равные возможности. Неважно, где ты живешь, в столице или маленьком сибирском городке, все решает только твое желание добиваться успеха. А английский язык – это тот инструмент, который станет ключом, открывающим множество людей. Я счастлива, когда слышала от своих учеников, что именно уроки английского языка помогли им понять. Мир не заканчивается на уроках. И теперь, пожалуйста, интенсивность начинается. Коллеги, пожалуйста, давайте с вами обсудим, какие есть комментарии, какие ошибки вам удалось увидеть в этом ролике. Вот с точки зрения ракурсов, использованных планов, ошибок, которые реально в видео допустить. Вот то, что я уже несколько раз... Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я с вами с кондиктором работаю очень... Мы сейчас с вами весь канал просмотрим, все, что там есть. Пожалуйста, коллеги, есть какие-то комментарии, вот что можно вернуться к слайду, где планы? Ага, да, сейчас... Секундочку, это мне нужно выйти, так, на видеопрезентации. Правила съемок. Так, и здесь у нас слайд. Вам нужно перечислить вот это, да, вы имеете в виду сейчас? Евгения? Слайд вот этого рода или какой вам слайд сейчас важен? Так, дальний план был размытый. Угу. Так, хорошо. Сейчас я все ваши версии прочитаю, потом прокомментирую, да, вот у нас здесь деталь, крупный план, первый, средний, второй, средний, общий и дальний план. Вернусь в комментарии. Завален горизонт, нет против света съемка, нет стабилизации. Иногда голова была наполовину. Ну, еще будут какие-то комментарии или все, можно уже продолжать нам с вами? Ну, вот смотрите, давайте по порядку. Я очень рада, что... Ну, то есть звук пропал сейчас, вы меня не слышите? Или в ролике звук пропадал, скажите, пожалуйста. А, сейчас слышите, все, хорошо. Если в ролике, может быть, это связано с трансляцией с YouTube, может быть, из-за этого была проблема. Смотрите, да, вот все, что вы назвали, безусловно, все относится, ну, или еще там есть куча других ошибок. Этот ролик мы создавали, получается, как раз в 16-м году, после года работы наших детей над этим материалом. И надо сказать, что тогда мы делали абсолютно все это интуитивно. И, ну, сказать о том, что это было сделано профессионально, вообще нельзя. Пока, наверное, можно остановить демонстрацию. Мы с вами, да, так побеседуем пока. Смотрите, то есть вот какие ошибки мы назвали. Ну, начнем по порядку. Поэтому, значит, завален горизонт. Да, безусловно, у нас половина съемок, которые использованы в этом видео, были сняты даже без штатива. То есть чаще всего ставили стул, на стуле ставили камеру, и, конечно, возможности как-то ее выровнять вообще не было. Но вы видите, как это бросается в глаза. То есть когда или ракурс выбирали такой, что казалось, что вот сцена непонятно, доска у меня над головой, там еще несколько моментов были таких, когда это прямо вот хочется исправить. И получается, что у людей, это конкурсный ролик, у людей, которые его просматривали, тоже возникало это желание. Они уже не слушали, о чем я говорю. Они уже смотрели на проблемы технического плана, которые мы там, собственно, упомянули. Дальше, свет. Вот вы видели, да, по-моему, три даже или больше кадров. Это то, о чем я в прошлый раз говорила. У нас все школьные кабинеты, в принципе, построены так, что педагог стоит возле стола, стол возле окна, весь кабинет перед ним. И когда снимают мастер-класс, то, желая показать все пространство, камеру ставят в противоположный угол, и автоматически получается, что свет вот он, из-за спины у педагога. И тогда вот у нас и размывается вот этот весь совершенно фон, который позади. Мы просто четкости никакой не видим. Педагог у нас такой слегка со свечением. Вы видите, у меня там в нескольких роликах голова прям аж светится, потому что свет из-за спины, лицо темное. Дети там тоже несколько раз попадали в такой неудачный ракурс. Стабилизация, да, не везде. Голова наполовину, то есть не очень правильный выбор в кадрах, то есть фокусировались на чем-то одном, но не учли того, что попадает еще в кадр, а это было безобразно. Я рада, да, что вы это все нашли. Что еще из ошибок в этом ролике можно назвать? Ну, во-первых, там не соблюдается чередование кадров. Мы видим, что если, например, решили показать, чем дети занимаются на уроках, то крупный план, снова крупный план, детальный, опять крупный. Все, мы вот просто на одном зациклились. То есть мы не показываем ситуацию в классе в целом, мы не показываем, как все работают, мы не показываем, что педагог там объясняет. Мы все, мы ушли. Или наоборот. Мы начали, как педагог объясняет тему, и тут же и он, и снова он, и вид класса, и уже никаких укрупнений. То есть вот это там правило тоже у нас не соблюдено. У нас там все, получается, было выстроено неверно. Особенно радует теперь меня появление мувови в нашей жизни, потому что таких безобразных титров, как в этом ролике, у нас больше, конечно, нигде и не будет. Я надеюсь, вы заметили, да, насколько... Во-первых, эти титры делал ребенок, который был не очень грамотным, и поэтому несколько раз пришлось переделывать практически сборку ролика только потому, что допускались какие-то ошибки. Ну и плюс отсутствие вот этого эстетического даже взгляда у него на то, что он сделал. То есть англ, яс у него вместо английский язык, да, там где-то были они обоснованные постановки тире, плюс ему не было никакого выравнивания. То есть у него сам титр цвет закончился, текст еще продолжается. Ну то есть вот такой ужас, конечно, который сейчас вот, ну просто даже... То есть сам ролик по содержанию, он все еще остается не устаревшим. То есть в принципе про образование мы могли бы рассказать с вами и сейчас вот таким образом, потому что все это еще в принципе мы продолжаем использовать в школе, но, конечно, мы этот ролик никогда уже нигде и не покажем, потому что, ну вот он просто совсем не того уровня у нас. Хорошо, коллеги, ну то есть про ошибки мы с вами поговорили. Я надеюсь, что вот это хотя бы чувство насмотренности, а говорят, что именно это самым важным является критерием того, насколько грамотно вы работаете с материалом. Чувство насмотренности поможет вам избегать этих проблем и ошибок в вашей работе. Давайте посмотрим с вами дальше. То есть какие еще у нас здесь форматы можно использовать. сейчас вам покажу один ролик, да, тоже мы с вами посмотрим и вы мне назовете, во-первых, при помощи чего создавался, для чего его можно использовать и как можно было бы это назвать. Сейчас его пробую запустить. Так у нас, наверное, не получится, значит сначала все-таки демонстрацию нужно будет включить экраном. Давайте начнем демонстрацию, выберем наш экран «Поделиться». И теперь вот наш ролик. И, значит, материал длинный, он такой самый распространенный материал, из него много что делают. Пластик – это беда 20 века, он злостно разлагается, поэтому он любит и холодный. Древесина – это самый легко обрабатываемый материал, из него можно делать быстрый подъезд. Вольфрам – это самый тугопластный материал, поэтому используется в лампочках, он может с ним нагреваться. Кремний – это основа любой электроники, он является полупроводником, поэтому с ним легко работать. Итак, скажите, пожалуйста, вот какое название этому ролику вы могли бы дать? Как назвать вот этот жанр, который мы с вами только что посмотрели? Возможно, звука не было слышно, потому что здесь в настройках это не предусмотрено, но на заднем плане, если вы слышали, был голос Павла, который комментировал все, что он видит. Дерево используется для строительства, камень – самый плотный материал и так далее. Как назвать можно материаловедение? Так, фотопрезентация. Еще какие варианты? Спасибо большое. Может быть, еще у кого-то есть версии, как еще могли бы мы назвать? Хорошо, а если вот то, как вы себе это представили, где вы могли бы это использовать в вашей деятельности? В какой момент в вашей деятельности можно было бы использовать этот материал? Труды. Евгения, а у вас? Так, физика. Подождите, я думала, у нас здесь с вами вебинар для дошкольников, а у нас здесь физика. Лариса Петровна, поясните, пожалуйста, вы просто смотрите? Так, картинка быстрее, чем звук. Назвать пока не знаю, на занятии по окружающим. То есть у нас здесь и педагоги тоже есть. Замечательно. Ну, коллеги, мувави называет этот жанр видеословарь, и мы вслед… основа естествознания. Все, поняла? То есть это у вас прям такой предмет, ясно. Мы вслед за ними тоже называем этот жанр видеословарь. В чем его прелесть? Ну, вы, в принципе, увидели, что его очень легко создавать. Не зря вы его назвали, что это фотопрезентация, потому что от педагога не требуется большого труда. Но зато вариантов, где можно было бы это использовать, очень много. Вот у нас есть такой ресурс РЭШ, российская электронная школа, и там у нас есть к разным урокам приложено видео. И вот некоторые видео даже для старшеклассников созданы именно в этом формате видеословаря. То есть мы сейчас такое задание можем своим школьникам даже давать, например, в принципе, по какой-то теме создать видеословарь. Они одновременно занимаются поиском материала, думают, как его лучше представить, и при этом они практикуются и в языке в том числе. То есть они, например, показывают картин, неподходящий термин или слово. Беседы о искусстве, инстанции, мультипликации. Все, очень у вас тоже интересная специальность. Ну так вот, и они могут использовать этот материал для того, чтобы представить потом свою тему к одноклассникам. Мы создаем такие видеословари со всеми детьми среднего звена, и это очень продуктивный вид работы. А с точки зрения, насколько быстро его создавать, то здесь требуется буквально несколько минут. Мы с вами в прошлый раз, я вам показывала функцию быстрое создание видео, когда мы просто весь материал и компонуем каким-то образом, затем мы его размещаем в программе, добавляем туда аудиодорожку, которую буквально только что записали на телефон, и прикрепляем титры. Все, у нас за 5-7 минут уже можно создать небольшое видеословарь. То есть создавать его довольно просто. Причем я была на нескольких открытых занятиях в детском саду, и у вас есть, например, что-то вроде, ну я могу сейчас ошибаться, открытое занятие с детьми или внеурочное занятие с детьми, когда вы должны с ними, вот они сидят в кругу, а вы с ними там что-то обсуждаете. Я поняла, что у этого мероприятия обязательно тоже есть какие-то вот свои критерии того, насколько оно эффективно. И коллеги, например, обращали внимание на то, что дети после того, как изучили какую-то тему, например, если это особенно средняя или младшая группа, они должны запомнить какие-то слова новые по теме, которые использовал педагог. И вот мне кажется, в этом случае видеословарь как раз бы подошел для того, чтобы сначала их ввести, затем потом их повторить, и в конце, например, еще раз закрепить, если, например, вы уже уберете с вашей видеолекции какие-то подсказки или озвучку и предложите детям самим озвучить. И таким образом получится, что у вас сквоз... Ну, то есть на вашем мероприятии один ролик, а он будет вот такой сквозной нитью проходить, и получится, что дети все время к нему возвращаются, для них эта информация будет вот наслаиваться, и они ее смогут потом восстановить и даже потом эти слова вспомнить. Ну, то есть я уверена, что для вас это тоже было бы... Ну, в плане использования на ваших занятиях тоже очень хороший вариант. Ой, идея супер, спасибо, Наталья. Уверена, да, что вы сможете это у себя тоже применить. Дальше. Давайте с вами сейчас посмотрим еще один такой прием. Я... Так, давайте сначала покажу ролик, опять так же мы с вами посмотрим, а затем поговорим, как такие ролики создают и, в принципе, на что здесь нужно обратить внимание, чтобы не допустить здесь каких-то вот ошибок, опять же, при съемках. И, опять же, когда будете сейчас смотреть, возможно, вам что-то... Тем более у нас тут были бы мультипликаторы. Да, вот, давайте вы тогда нам уже и профессионально сможете написать, что вас здесь насторожило, что вам здесь не понравилось конкретно в этом ролике. Поэтому, пожалуйста, любые комментарии можно вот здесь указывать. Ролик уже не мой, этот ролик предоставлен именно Павлом, поэтому давайте с вами и посмотрим, на что здесь обращаем внимание. Правила дорожного движения. Какой номер? Наша перешла дорожить правильно. Номер два. Номер два. Номер два. Правильный ответ – один. Не перебегай дорогу, больше подожди немного, и машину пропусти, лишь потом поехали. Ну, достаточно, мы с вами посмотрели, да, видно, ага, давайте смотреть, что у нас здесь из комментариев. Сейчас восстанавливаю демонстрацию, так, угу. Что вам удалось отметить? Мы только учимся быть мультипликатором вместе с детьми. Вот хорошо, мы сейчас с вами как раз и проговорим, что здесь так, а что не очень понравилось. Переходы – ужас, расфокусировка. Так, не очень понравились переходы, они трудно воспринимаются. Хорошо, еще какие-то комментарии у нас появились. Значит, давайте сначала, ну, пока вы, может быть, что-то здесь прокомментируете, обсудим, да, каким образом создается такого рода мультики и на что здесь у нас нужно сделать акцент. Почему именно этот жанр я сегодня демонстрирую? Потому что я как раз, опять же, на региональной конференции видела детский сад, который показывал целую серию таких роликов. Так, только один здесь план заметили. Целую серию таких роликов на определенную тематику. Только у них это было не правило дорожного движения, у них это была экология, где у них был выдуманный герой, который все время попадал в какие-то ситуации, где сталкивался с разными людьми, которые там то бумажки раскидывали, то еще что-то делали, и вот он там что-то рассказывал. Поэтому, конечно, было важно, секундочку. То есть они попадали в разные ситуации, и этот герой комментировал, как нужно или нельзя поступать в какую-то ситуацию. Значит, давайте посмотреть, как создаются такого рода мультики. Вы заметили, да, что здесь один только план, но это зависит, конечно, от той цели, которую преследуют авторы ролика, и это, в принципе, для таких мультфильмов вполне допустимо. Это не социальный ролик, это не видеофильм. Здесь можно использовать и один план, но здесь самое главное правило – это обеспечить абсолютную стабильность тому, что вы видите. То есть здесь как нельзя строже нужно подойти к тому, как выставлена ваша техника и свет. Свет особенно здесь важен. Идеально, если в этом помещении, в котором вы работаете, закрыты шторы и жалюзи, которые вы опустили, и вы создали искусственное освещение, которое в течение всей съемки не будет меняться. Потому что, если у вас, например, есть дневное освещение, то оно, в зависимости от погоды за окном, оно будет, на первый взгляд, вам будет совершенно этого не видно, что оно изменилось. Но при монтаже вы заметите, что у вас совершенно картинка очень резко меняется от кадра к кадру, потому что этот процесс очень длительный. Таким образом получается, что есть мелочи, которые этот процесс вам могут сломать. То есть вы ставите камеру на штатив обязательно, парта не должна шататься, от движения рядом не должно ничего происходить, и плюс вот этот искусственно выставленный свет. Это первое правило, вот золотое для того, чтобы этот мультфильм у вас получился. Во-вторых, если вы не заметили, ну, может быть, обратили внимание, но у Маши в этом ролике под ногами вся дорожка шевелилась, потому что детали на полотне не были закреплены тщательно. И это тоже, кстати, один из таких моментов. То есть, несмотря на то, что для таких роликов достаточно просто создавать декор, то есть они могут быть и 2D, то есть вы можете их делать и плоским, пожалуйста, и такие ролики тоже бывают. Они могут быть 3D из объемных фигур, как здесь. Но при этом нужно вот именно очень четко отнестись к тому, как закреплены детали, потому что любой сдвиг в вашем кадре и ускоренная съемка... Сейчас объясню, в чем здесь принцип. Здесь не ускоренная съемка, здесь делается большое количество кадров. То есть как и в мультипликации. Каждое движение делается отдельный кадр. Это даже не видеосъемка. А потом все эти кадры в программе уже вместе монтируются в видео и запускаются. Да, с очень маленьким промежутком получается каждый кадр просматривается. И получается, что создается вот это искусственное движение, как будто ваши игрушки движутся, как будто что-то там происходит. Я думаю, да, интернет работает. Нет, нет. То есть проблема не была в интернете. То есть здесь у нас... Вот как раз, чтобы вот этого эффекта не было, что вы отвлекаетесь на какие-то мелочи, нужно позаботиться о том, чтобы двигалось только то, что у вас по сценарию должно сдвинуться. Если это рука героя, то сам герой должен остаться неподвижным. Потому что если у вас еще и герой начнет в кадре непонятно, как переходить с места на место, то это будет... Ну, то есть если это не оправдано сценарием, то тогда это будет выглядеть немножко странно. То есть вот на такие моменты нужно, конечно, обращать внимание. Но вы видите, что, несмотря на то, что процесс это трудоемкий, например, вы можете на какой-то период... Ну, то есть такую прям точность и качество, может быть, его можно даже немножко отодвинуть в сторону для того, чтобы детей сначала увлечь процессом. То есть смотрите, как было бы здорово, если бы вы, например, вот, ну, детям предложили снять какой-то мероприятий, ну, там, я не знаю, что-то, может быть, фэшн какая-нибудь там, показ моды каких-нибудь там кукол или еще что-то, ну, или каких-то там супергероев там или человечков лего, все что угодно. То есть чтобы каждый ребенок группы мог в этом принять участие, а от него требуется только три раза поставить человечка, как будто он идет по какой-то дорожке. А у вас получится прям, вы туда добавите софиты, вы туда добавите, например, какие-то эффекты еще, и у вас получится ничего себе, как будто человечки ожили, как будто они прошлись, и дети все посмотрят свой фильм, они почувствуются настоящими там режиссерами. То есть если сначала нужно вовлечь, то можно, конечно, поступиться какими-то правилами, а уже потом стараться их как максимально соблюдать для того, чтобы, ну, действительно у вас вот, ну, фильм уже был такого качества, что не стыдно и показать. То есть я и говорю, для первого ознакомления достаточно просто общих принципов, чтобы дети все приняли участие, а затем вы, конечно, уже будете об этом думать. Есть какие-то вот здесь у нас моменты еще по поводу этого мультика? То есть как вариант того, где вы могли бы это использовать, я думаю, ну, здесь у каждого из вас есть идея. У вас... Да, да, на первых уроках вы почти так и делаете. Салис Петровна очень хорошо. Ну, то есть вы все делаете правильно, совершенно верно, мы тоже так делали. Мы таких роликов, кстати, снимали немного. Дети среднего звена должны быть очень-очень... Да, да, но этот мультфильм делал воспитатель, потому что, ну, вы слышали озвучка и общая цель, и слайды, которые там использовались. Это все работа воспитателя. Мы таких мультфильмов с моими детьми делали немного. Буквально можно по пальцам пересчитать, потому что это нужно, чтобы был очень усидчивый ребенок, которому действительно интересно скрупулезно относиться к постановке каждого момента. Сейчас дети в основном гиперактивные, им бы все видеоблогингом, им бы все в кадре, им то и все. Но для некоторых детей это может быть выходом. Например, мы с моими детьми снимали ролики рекламные, я сейчас к ним как раз перейду. И да, да, вот здорово как раз. 7-9 лет – отличный возраст для того, чтобы как раз с ними такого рода реализовывать идеи. Так вот, когда это будет выходом? Когда вы работаете с детьми, которые как раз немножко интроверты. Они, возможно, избегают, наоборот, камеры. Есть такие дети, конечно же. И поэтому, может быть, как раз и они к такому... Ну, то есть, например, если я предлагаю снять ролик, кто-то говорит, о, класс, мы там вот то. А кто-то говорит, я не хочу в кадре появляться. Пожалуйста, не надо в кадре появляться. Ты можешь делать любой другой. И вот, например, это одна из идей. И вот поэтому ее тоже можно использовать. Коллеги, если сейчас что-то у вас еще появится сказать, или по этому поводу, или из вопросов ко мне, продолжаем с вами работать через комментарии. Давайте сейчас я перейду к следующему своему этапу, о чем хотела бы сегодня еще с вами поговорить. Начнем мы вот с этого. Все как у нас. В принципе, конечно, Лариса Петровна, дети. Все, всегда дети. В принципе, это же совершенно одинаково. Везде не важно даже ни город, ни расстояние. У нас все одинаково. Итак, коллеги, смотрите. Сейчас я предлагаю вам поговорить на такую тему. Как снять кино с детьми на уроке и не превратить его в хаос. Я сейчас буду, конечно, говорить о том, как мы это делаем в рамках прям урока. Но уверена, что вам это можно также приложить и к своей деятельности. И у вас это не в рамках урока, а в рамках нескольких занятий или то, как организовать, чтобы не получилось, что все кричат и непонятно, что делают. Поэтому я сейчас рассказываю вам о том, как мы работаем. А вы можете в комментариях написать, как эту технологию вы бы использовали у себя. Итак, начну я с того, что... Ну, здесь у нас нет необходимости представляться, но я начну с того, что есть такой миф, что современные дети у нас родились с кнопкой на пальце. И многие называют его даже поколением Z. Ну, сейчас уже про поколение альфа говорят и так далее. Но почему я говорю, что это миф? Потому что буквально год использования дистанционных технологий в обучении показал, что очень часто педагоги являются гораздо более образованными в плане использования технологий, чем дети. И дети в основном умеют, хорошо умеют играть, переходить по ссылкам на какие-то приложения, загружать приложения, умеют устанавливать. Но если касается какой-то образовательной деятельности или использования, например, таких же приложений для фото и видеосъемки, то оказывается, что они там умеют пользоваться двумя-тремя кнопками, нажал-выключил. А по факту, ну, ничего у нас здесь качественного не получится, если не организовать эту деятельность. Вот мы с вами уже говорили, когда уместно снимать видео, и признали, да, что, пожалуй, нет такого момента в деятельности педагога или воспитателя, когда видео было бы неуместно. То есть мы можем использовать образовательные ролики на уроке во время ваших занятий, да, безусловно. В неклассные мероприятия, да, конечно. Вот, например, в актовом зале, в музыкальном зале у вас, я знаю, что проходят различные мероприятия. У вас, например, этот момент вовлечения детей еще интереснее. Например, мы с детьми снимали интерактивное видео письмо от Деда Мороза, когда они сами выбивали текст, какой хотели. А Дед Мороз – это искусственно созданный интеллект, это озвучивал, и получалось, как будто дети получали прям живое письмо от Деда Мороза. Это было просто фантастически, потому что они такие видеооткрытки отправляли друг другу. И одно дело получить что-то безликое, другое дело, когда тебе Дед Мороз говорит, привет, Вадя, твой друг Иван сказал мне, что ты мечтаешь. И они прям, аааа, ничего себе. Ну, то есть у вас, конечно, еще больше возможностей детей вот в это вовлекать, они еще верят во все, во все. Любые конкурсы, проектная деятельность, то есть по идее ролики снимаем мы везде и всюду. И я вам в прошлый раз эту схему показывала, но сегодня я к ней прям вот основательно хочу вернуться. Значит, есть четыре навыка, которые мы в наших детях развиваем, и вы тоже. И здесь очень важно понимать, что под критическим мышлением мы не понимаем критику чего-либо, мы понимаем критическое отношение к используемой информации. Достоверна она или нет? Нужна она в данный момент или не нужна? Насколько актуально она будет здесь или излишней? То есть критическое здесь значение просто подойти с умом. Креативность это развитие их творческого воображения и способностей, при этом коммуникация и коллаборация хоть и кажутся двумя похожими навыками, но при этом они, конечно, являются разными. Потому что коллаборация это их умение договариваться в группах, а у вас я знаю, что тоже дети в малых группах работают, а некоторые, например, в течение дня даже сменный состав групп делают, ну то есть я некоторые практики видела по детским садам. Вот, и коммуникация это насколько ребенок может свою идею грамотно представить. Мы видели несколько занятий по развитию речевой активности, когда дети сделали какой-то продукт проектный в рамках вот урока с воспитателем, а потом все отмалчивались и как-то ну да, у меня мишка. Зачем мишка? Какой мишка? Почему? У них не было каких-то готовых реплик, которые они могут вот по этой теме сказать, и поэтому не получалась качественная презентация. Плюс дети чувствовали себя в чем-то неуверенно, и это все, конечно, стоит развивать и можно развивать как раз при помощи использования видео. Как я уже сказала, я в своей деятельности использую как раз вот эту технологию развития критического мышления через чтение и письмо, вот они у нас вот здесь это полное название, вы его наверняка встречали, слышали, но у вас в детском саду возможно какие-то есть другие технологии, которые вы также можете совмещать с информационными технологиями и цифровыми инструментами. если вы никогда не слышали о педагогическом дизайне, то очень рекомендую у меня на канале найти ну, то есть вы ее можете просто в интернете поискать или у меня на канале можно посмотреть. У нас есть целая стажировка посвященная этой теме, есть отдельный ролик, который называется педагогический дизайн образования, можно только его посмотреть. Ну, это я про то, что там у нас не обязательно использовать именно эту технологию, можете любую свою образовательную технологию, но грамотно объединиться с информационными цифровыми инструментами, и тогда на любом занятии вопрос жюри вас не поставит никогда в затруднение, то есть чему я учу, что, как я это делаю и зачем я это делаю, вот самый важный вопрос, который обычно педагога и спрашивает, а вы это зачем? То есть сам инструмент был сейчас ради того, чтобы показать, что вы им умеете пользоваться, или он все-таки целесообразный и совершенно здесь оправдан на этом уроке. Вот это все как раз помогает нам одна из технологий вот это все продумать и просчитать. Как я уже сказала, да, Престила Нортон автор технологии, которая помогает как раз совмещать, называется она в английском языке ЭКТС, вот это технология самой Престила Нортон. То есть она говорит, вы можете взять любую технологию, которую вы используете, но вы должны совмещать ее с цифровыми инструментами таким образом, чтобы у вас была какая-то актуальная проблема, и вы и дети понимаете, зачем мы это делаем, над чем мы сейчас работаем. У вас должна быть какая-то стратегия для выхода, как мое правило, если с детьми что-то может пойти не так, все именно так и пойдет, то есть вы себе сейчас всегда продумываете какие-то ходы, что может пойти не так в этом случае. Дальше, какой понятный результат вы ожидаете? Точно, понятно, конкретно, не общими словами развития там навыков общения, нет, конкретно, что сделают дети в конце вашего занятия или в конце вашего проекта или в конце того мероприятия, которое вы задумали, но вы должны понимать, к чему вы ведете детей. И точно так же отдельным параметром вы должны понимать, какие мыслительные умения вы в этот момент будете у ваших детей развивать. То есть опять, зачем я все это затеваю, зачем мы будем сейчас это делать. Ну и собственно, технический процесс должен быть понятен от начала до конца. Какие будут инструменты, на каком этапе они будут, почему они тут будут и умею ли я ими пользоваться и нужно ли ими научить пользоваться детей. Конечно, не все учителя английского языка у нас, я рассказывала об этом концепте многим своим коллегам, поэтому, согласовав этот момент с Присциллой Нортон, то есть авторское право здесь никак не нарушается, я как раз воспользовалась ее разрешением перевести ее концепт и в России и представлять его уже как концепт поиск, то есть можно тоже в интернете посмотреть, есть информация и по этой проблеме. Что значит, ну почему поиск, да, по тому же принципу, как он был и у Присциллы Нортон, вот у нас есть ее, по первым буквам названная технология, вот есть у нас, то есть П проблема, О одна запасная стратегия и итоговый продукт, который мы получим, смысл какой был во всем этом и какой инструмент использовать в своей практике. Причем здесь РКМЧП двумя словами, просто потому что это та технология, в которой я работаю, она состоит из трех этапов, а у вас любая технология, которой вы пользуетесь, она тоже состоит из каких-то этапов. Вот здесь у меня, например, есть этап вызова постановки проблем, есть осмысление, когда идет работа над этим моментом, и есть этап рефлексии, когда мы уже обсуждаем полученный результат. Так вот именно, почему мне так легко было соединить вот эту технологию ЭКС с той технологией, которую я и так использовала. Потому что, смотрите, у нас презентация проблемы пройдет как раз на этапе вызова. Исследование вопроса, сбор материала, на котором мы будем работать, творческая работа, создание сценария, знакомство с технологией, если мне нужно детям тоже это объяснить. Это все будет на этапе осмысления, доработка материала. А этап рефлексии у нас сочетается с таким пунктом, как публикация или презентация продукта. То есть мы на каждом этапе понимаем, что и зачем мы делаем. И здесь получается, что мы действительно наши ролики снимаем в 4К, потому что вот эти все четыре вида навыков, которые мы назвали, они будут абсолютно здесь у нас легко задействованы. Итак, давайте посмотрим конкретно, как мы используем эту проблему на уроках английского языка. Давайте я сейчас посмотрю наши комментарии. Может быть, вы что-то мне успели за это время написать. Да, согласна. Ну, хорошо. Значит, пока у нас ничего. Коллеги, если будут вопросы, пожалуйста, да, вы здесь мне их указываете. Так вот, конкретно на уроках английского языка я на своем примере вы примените к своей практике. Итак, ну, во-первых, как обозначить проблему, имеющую практическую значимость? У меня разные дети, подростки. Здесь это были дети восьмого или седьмого класса. И у них в учебнике есть тема шоппинг. Ну, то есть покупки, они в каждом учебнике есть. И там одной из тем был тип рекламы. И, конечно, вместо того, чтобы читать спучнючий параграф учебника, мы, я поняла, что, ну, наверное, можно будет сделать этот урок интереснее и сделать его даже сквозным по этой теме. И мы предложили им как раз проект, который длился две недели как раз ровно столько, сколько мы изучаем этот модуль. Они над ним работали. И так, значит, мы объявляем школьный конкурс рекламы, но причем реклама не просто так, а реклама именно тех педагогических предметов, которые они используют. Не педагогических, а ученических. То есть, например, прорекламировать дневник, ручку или придумать какие-то волшебные, совершенно фантастические средства, которые помогают им в их работе или могут помочь им в работе в школе. Значит, вот, давайте с вами посмотрим. То есть, дети увлечены, они говорят, о, хорошо, здорово, но при этом мы, конечно, четко проговариваем, да, что раз это конкурс, значит, должны быть работы конкурсные, и мы будем принимать их в жанр дневной рекламы. Какую запасную стратегию здесь можно предусмотреть? Ну, единственная проблема, которая нам здесь может помешать, это, например, что у нас в момент трансляции этих работ ребят может, ну, не знаю, включиться телевидение, не телевидение, а, например, электричество, да, то мы тогда с вами просто планируем это на разные этапы. Один у нас будет этап это создание материала, тогда они работают над своим сценарем, потом они, например, дома работают над... Ну, а у вас это не дома просто, а в другой период времени они на уроке там работают над съемкой при вашей помощи, и презентацию вы проводите просто тогда, когда для этого появится техническая возможность. То есть, совершенно спокойно вы с этим работаете. Дальше. Какой итоговый продукт мы планируем по итогам нашего проекта? Ну, то есть, мы уже должны четко понимать. Вот в этом случае у меня, например, было два конкретных продукта. Один – это я должна была научить детей работать в конкретной программе. То есть, я им сразу при проговаривании этого задания говорила ролик, он должен быть создан именно в такой-то программе, и на уроке я им эту программу на английском языке представляла, мы ее в английском формате и использовали. То есть, постепенно дети использовали ту лексику, которую они бы никогда не узнали, но она ведь очень полезная. То есть, например, кнопки, которые в программах обозначают, они называются теми программами, которые, ну, эти слова используются повсеместно и в играх. И дети потом говорят, о, мы видели вот это слово, о, мы это тоже запомнили. И они даже в этот момент не понимают, что они учат слова. Они-то думают, что они же занимаются чем? Интересным заданием, они снимают ролик. А на самом деле я их просто опять вот просто подвела к тому, что нужно выучить новую лексику. И они эту лексику освоили играючи, совершенно не делая акцента на том, что, о, боже, это новый диктант, зачем нам это? Вот. То есть, один продукт — это конкретно дети изучат какую-то технологию. Второй продукт — это, собственно, тот ролик, который у них должен получиться. Ну, конечный результат, который мы с ними обсуждаем. Мы конкретно проговариваем техническое задание. Сколько минут будет ролик, что мы должны в нем увидеть, чего в нем не хотелось бы увидеть, что тоже важно при работе со школьниками. Вы, конечно, застрахованы от этого, а вот мы-то нет. Можно там еще чего увидеть. Вот. Ну, то есть, это здесь конкретный момент, который мы обязательно проговариваем, чтобы не получить потом каких-то чудес. Дальше. Смысл развития мыслительных навыков. Мы подходим к самому важному. Действительно, зачем и что мы будем развивать. Первый вид работы, который мы подразумеваем при работе над роликом — это работа с какими-то сайтами, где дети ищут информацию по теме реклама. Нам же нужно знать, при помощи каких фраз настоящие англичане и американцы рекламируют свой товар. Где взять эти клишеи? Нужно найти. На слух они воспринимаются не очень хорошо, поэтому лучше, если мы найдем печатный вариант рекламы. Таким образом, основной вид деятельности на этом этапе — это чтение. Причем чтение не из-под палки, а поисковое. Они просматривают большой объем информации на иностранном языке в поисках конкретных шаблонов, которые их интересуют. Это очень полезный навык, потому что, ну, в экзамене, например, у нас есть такое поисковое чтение. Второй у нас пункт. Сейчас я ваше внимание прям вообще-вообще привлекаю к нему, потому что, на мой взгляд, вот именно с этого момента начался ключевой момент к пониманию того, как не навести бардак. Потому что мы с моей коллегой это делаем во время урока, и мы понимали, то есть мы несколько раз пробовали снимать с детьми ролик, ну, таким образом. Тема у нас вот такая. Сядьте по группам, напишите сценарий. Что мы в итоге получали? Мы получали абсолютнейший бардак, который длился просто несколько, ну, уроков. Дети между собой что-то ругались. Иногда к концу урока они могли так ничего и не написать, никакой сценарий. Или, например, написать какой-то совершенно фантастический. Что-то пролетает на территорию школы, инопланетная тарелка, из нее выходят гуманоиды. И вот это вот у них было сценарием. Понятно, что если я их с таким сценарием отпущу домой, ребята, снимите фильм, то в итоге я получу ничего. Потому что у них возникнут трудности уже на первом этапе. Где взять тарелку? Все. И то есть, соответственно, это было очень непродуктивно. И поэтому мы изобрели... Ну, то есть, основной вид деятельности на этом этапе, разумеется, письмо. Потому что им нужно же прописать вот этот сценарий. Кто сказал, что сказал, кто куда пошел и так далее. И мы стали использовать вот такие шаблоны. Их можно по-разному называть. Это и сторибот, это и раскадровка и как угодно. То есть, вот я вам говорила, что мы в Ави придумали специальные блокноты. Вот они выглядят примерно вот так же. И они, конечно, ну очень полезны для всех, кто занимается съемкой роликов. Смотрите, в чем здесь суть. Мы берем здесь, подписываем номер сцены. То есть, мы предлагаем детям сразу мыслить ракурсами. Сразу мыслить сценами. Не надо придумывать фантастический какой-то ход с прилетом инопланетной тарелки. Мы говорим, прорисуйте каждый кадр. Причем уже на этом моменте они прорисовывают, какой это будет план. Дальний, ближний, детальный и так далее. Они уже на этапе даже создания сценария вынуждены над этим задумываться. Потому что, смотрите, у них нужно на кадре кейсбуку нарисовать сначала все. Вот они прорисовывают. И вот ваши дети в детском саду совершенно могут тоже какой-то вам мультфильм помочь вот так нарисовать. А рядом, ну, здесь это мои школьники прописывают. Вы с детьми можете это проговаривать и вместе с ними записывать. Смотрите, здесь конкретные слова. Что это будет? Это будет закадровый голос. Это будут голоса героев. Это будут люди в кадре говорить. И конкретно, что они скажут. И для меня как раз это очень важный момент. Потому что, смотрите, во-первых, дети уходят не с фантастическим сценарием, а с совершенно конкретным. Вот мы видим вот сценарий. Вот такие кадры нужно снять. Для этого здесь не нужны уже никакие инопланетные тарелки. Здесь нарисованы вполне конкретные предметы того, что будет снято в кадре. А для меня как для учителя английского языка важно, что они здесь прописали все реплики, потому что на моей памяти было снято гигантское количество роликов на безобразном иностранном языке, который слушать было практически невозможно. Ну, как раз потому что очень много ошибок было допущено, и поэтому даже друг друга они в этих роликах не очень понимали. Вот. Но посмотрите, вот здесь вы видите конкретный сценарий и то, как это было реализовано в ролике. У них были чудо-кроссовки, которые помогут выиграть соревнования. Ну, и вот вы видите здесь вот грустный мальчик и остальные радостные на пьедестале. То есть мне здесь не удалось такой кадр, видео поймать, но у них сначала показывается грустная девочка, а потом в отдалении вот этот бушующий, радующий пьедестал. А потом эта же самая девочка, вот она покупает волшебные кроссовки, которые ей помогают сделать. Ну, то есть это вот в качестве рекламы, что ого, вас спасут, кроссовки спит, читас и так далее. То есть вот получается, что мы отправляем детей с конкретным сценарием, и мы четко понимаем, что они к нам, они могут теперь уже снимать это хоть с нашей помощью, хоть без нашей помощи. Они уже четко понимают и представляют, что от них требуется. Следующий навык, который не только меня радует, но и вас я тоже, говорение. То есть перед тем, как перейти, собственно, к съемке ролика, происходит заучивание их ролей и репетиции. Потому что они знают, что эти ролики увидят их родители, увидят их, ну, одногруппники. То есть все смогут посмотреть такой ролик. И им, конечно, хочется выглядеть хорошо. Им хочется звучать убедительно, им хочется, чтобы они выглядели ярко, радостно. И поэтому они с удовольствием много раз репетируют. Вы наверняка помните этот ужас в школьной жизни, заучивание диалогов, когда монотонно, бу-бу-бу, друг друга даже не глядя в глаза. А здесь они же в кадре. Они могут со стороны несколько раз посмотреть при репетиции. И поэтому они, конечно, ой, нет, давайте еще раз снимем, давайте еще раз снимем. И это, конечно же, положительно на оговорение в этом случае будет сказываться. Потому что они работают уже здесь над самопрезентацией. Они убедительно начинают что-то говорить в кадре. И это, конечно, тоже полезно. Для ваших детей это тоже особенно актуально. Учить говорить ребенка очень важно в любом возрасте. Смысл какой еще у нас здесь есть? Конечно, есть еще один вид работы. Это представление работы группы всему классу. Здесь у нас основной вид деятельности это слушание и оценивание. Они друг друга слушают, воспринимают. И мои дети, например, еще и заполняют карты оценивания. Вы можете тоже в игровой форме это с детьми делать. То есть, например, разместить плакат, на котором будет у вас там зона. Отлично, хорошо, можно еще постараться. И будете просить детей вот эти смайлики разместить после каждого ролика. То есть, куда вы его поместили. То есть, насколько вам понравился там выбор темы. И дети вам разместили. Насколько вам кажется, ребята хорошо говорили в этом ролике. И они вам снова разместили. То есть, вы, получается, таким образом можете сами детям обозначать те критерии, которые вы будете оценивать в этом ролике. И дети в этом будут участвовать. И, соответственно, потом при выполнении этих заданий они уже будут подходить, что называется, критично. Они будут понимать, что это будет оцениваться и как это будет работать. Ну и, наконец, последний вот этот наш момент. Какой цифровой инструмент здесь можно было бы использовать. То есть, здесь, конечно, нужно несколько моментов учитывать. Ну, во-первых, у нас сейчас есть ограничения на то, чтобы не использовать мобильные устройства в школе на уроках. То есть, если до некоторого периода времени это приветствовалось и была такая у нас технология, принеси свое собственное устройство, то сейчас ее у нас нет. И, соответственно, ну, нужно этот тоже момент проговаривать и учитывать. Значит, возможно, съемка будет осуществляться не в школе, а дома. Дети будут это делать самостоятельно. Там, например, те программы, которые вы предлагаете им изучить, они доступны для установки только на компьютер или на планшет и на телефон тоже можно. Если вот, например, да, вы знаете, что программа для монтажа в АВИ, она есть как для планшетов, для мобильных устройств, так и для компьютеров. То есть, мы должны в этот момент обязательно продумать и просмотреть, насколько она безопасна для использования. Не получится ли у детей случайно, например, какую-то платную версию исключать. Можно ли использовать демо-версию и будет ли введено знак при этом. Ну и так далее. То есть, вот эти моменты, прежде всего, прежде чем предлагать что-то детям, конечно, нужно самостоятельно тоже посмотреть. Ну и вот вы видите, что мы, вот эти четыре параметра, которые проговорили, критическое мышление, креативность, коллаборация, коммуникация, вот они у нас на протяжении всего нашего процесса и реализуются у нас здесь. И каждый этот период, получается, здесь в нем себя проявляют. Здесь вы вот видите примеры таких роликов. Ну, то есть, они их снимали... Ну, здесь у нас, в принципе, ролики, а я вам уже говорила про икону. Давайте сейчас я посмотрю, есть ли у нас вопросы по поводу этого процесса. Какие-то, может быть, комментарии, да? Если нет, то давайте мы с вами посмотрим пример как раз ролика какого-нибудь, может быть, может быть, даже тот, который мы вот с вами посмотрели про кроссовки, если он у нас еще здесь сохранился. Потому что некоторые ролики у нас, да, здесь были закрытыми, для показа мы их не демонстрировали. Да, наверное, у нас здесь не получится такой ролик посмотреть. Здесь уже более поздние работы есть, ребят. А вот самые-самые шедевры раннего времени мы уже здесь не увидим. Да, ну, посмотрите, то есть, основная идея понятна. Дети работают над роликом, они его затем создают по своим шаблонам, и у них, в принципе, получается как раз тот продукт, который они и задумывали. Как я вам уже говорила, мы из этих проектов вот таких разовых... Кстати, вот видите, вот здесь мультфильм. Мультфильм они создавали из пластилина. Это была рождественская история как раз тех детей, которые не хотели появляться в кадре. Поэтому вот им было логично как раз создать вот такую историю с помощью длинных фигурок и еще титров. У них некая смесь даже комикса с мультфильмом получилась. Да, вот это я вам в прошлый раз говорила о том, что такие ролики, они, в принципе, могут у нас стать основой для международного проекта. Ну, и где мы черпаем вдохновение, этих коллег я вам называла и в прошлый раз, ну, сейчас еще раз поговорю, что если вы не знакомы, ну, у вас наверняка свои должны быть лидеры по дошкольному образованию, ну, я знаю, что есть очень хорошие учителя начальных классов, которые много разных инструментов показывают, которые можно было бы использовать. Ну, а никому не вредно подписаться на GeekTeachers. Они у нас есть, в принципе, во всех соцсетях, по-моему, представлены. У них есть как платные курсы, так и бесплатные, так и какие-то еще свои они вебинары постоянно проводят. Тоже очень показательно в плане тех инструментов, которые можно было бы использовать. Давайте на этом сейчас с вами, коллеги, вот установимся. пожалуйста, какие вопросы у нас возникли по этому виду деятельности. Можно ли у вас осуществить что-то подобное? Можно ли было бы у вас как раз, ну, подобного плана работу провести? Прокомментируйте, пожалуйста, что делали ли вы что-то подобное? Пробовали ли вы с детьми уже снимать такие ролики? В комментариях нет, видимо, или не пробовали, или для вас это все-таки очень сложно, когда с детьми работали. Так, снимали фильмы-притчи Евгения. У вас прям вообще студия максимально серьезными вещами занимается. Это очень здорово. Так, с середины сентября начали работать. Лариса Петровна, да. Ну, вот вы сказали, что вы над мультипликацией работаете, да? Ну, то есть, может быть, вы еще и ролики сможете снять. Так, Наталья, нет опыта, но можно подумать, и мы только учимся Юлию Фредеровну. Хорошо, коллеги, большое спасибо. Ну, давайте посмотрим примеры таких роликов, которые, в принципе, были сняты по сценарию для того, чтобы все-таки, ну, вот вы уже увидели детские работы, и я уже упоминала социальные ролики. Вот сейчас можно, например, будет какой-нибудь из таких социальных роликов посмотреть. Вот есть у нас ролик, который называется «Будущее в наших руках». Давайте его посмотрим. Он тоже совершенно снят абсолютно от первого до последнего кадра детей. Это как раз была их проектная работа. Посмотрите, пожалуйста, тоже ваши комментарии можно в чате оставить. Так, звук, наверное, здесь должен у вас тоже быть слышен. Так, не идет видео. Давайте, значит, еще раз с вами. Вот так. Так, сейчас. Так, вот сейчас должно появиться. Ну, вот так видно. Дима, дима, дима! Где запрепостилась эта собака? Дима, дима, дима! Дима, дима, дима! Дима, дима, дима! Субтитры сделал DimaTorzok Не переживай, через 50 лет именно так будет выглядеть твой дом Ааа, не понимаешь, это все люди, да-да, именно они доверили нашу природу до такого состояния Неужели ничего не день в бурак? Может, но это не под силу ребенка Ну ведь можно начать с мамой Возможно, тупо. Достаточно сохранить все живое вокруг себя Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дальше там, в принципе, у них, как обычно, титры, ну а здесь еще и удачный и неудачный момент в съемах Но это среднее звено для них, это нормально, когда они используют такие кадры Коллеги, пожалуйста, какие особенности здесь заметили? Были ли здесь уже? Так, нет, ну, конечно, нет стабилизации, да, дети, особенно где на улице, там снимали вообще чем-то придется Слышится эхо, да, потому что снималось это в кустарных условиях, конечно, непрофессионально Это все, это вот эти работы, которые я сейчас вам буду показывать, они исключительно все детские в домашних условиях созданы Поэтому, конечно, эти видео все будут вот такой идеей обладать у вас Сейчас я вам открыла доступ к тем роликам, которые вот у нас до этого были недоступны Сейчас мы с вами попробуем все-таки эту рекламу посмотреть, но чтобы уже понимать, о чем мы говорим Я имею в виду, чтобы уже увидеть рекламу спортивных этих кроссовок, которые снимали дети По тому сценарию, который мы с вами увидели нарисованы, да, вот здесь, но здесь, возможно, может быть очень громкий звук 17273100100100100100100100100100000 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это уже очень давно было сделано, но это подтверждение как раз той мысли, что если написан четкий сценарий, то у детей в любом случае получится уже снять тот материал, который можно было бы использовать. Здесь мы даже с вами не будем никакие ошибки искать, их здесь конечно на каждом шагу и море, но вы увидели, что в принципе то, что они нарисовали на кадрах, то у них и получилось реализовать. То есть от идеи к продукту дети самостоятельно этот момент выполнили. Следующий ролик опять же как идея вам, возможно получится сделать что-то такое, плюс срисованная анимация, он был создан тоже как раз. Возможно вы что-то по профессиям можете сделать. Мы знаем, что сейчас профориентационное направление очень развито и в детских садах в том числе. То есть я знаю, что у вас например бывают даже недели этому посвящены, когда какую-то профессию исследуют дети полностью и делают какие-то проекты и рассказы. Вот мы сейчас с вами тоже подобный ролик посмотрим, как можно еще сделать, используя современные медиа инструменты. В жизни каждого человека наступает в такой момент, когда он решает, в кем же ему стать. Может быть врачом, чтобы спасать людей, жизнь. Или учитель, чтобы отступать им широкую дорогу в мир. А может быть строителем, чтобы строить красивые светлые дома, в которых так приятно людям жить. Или спортсменам, чтобы ставить мировые рекорды, представлять свою страну. Но есть профессия, без которой все остальное просто не могут существовать. А есть родину защищать. В нашей семье традиция служить родине вознесла в самые страшные годы Великой Афетической войны. В память о том страшном времени в семейном альбоме хранится в стране нашим портрет моего протразида, сделанный на фронте его от наполчанином Илья Ильич. И так как прошел всю войну и через год после войны скончался от полученных ранений. Мой прадед Анатолий Ильич военным не стал. Но как и всем настоящим мужчинам, того времени служил в армии, долгих четыре года прослужил на флоте. За это время все увидите весь мир. Военная служба закалила его характер и все, кто знал, были. Говорили они, настоящий мужчина. К сожалению, он так и не узнал, что его дочь Татьяна Анатольевна тоже станет военнослужащим. И тут нужно рассказать все по порядку. Ее муж, а мой девушка Черепан Фалик Анатольевич, первый военный в нашей семье, приполучил специальное образование. В 80-м году он стал курсантом Ачинского военного уэкционно-технического училища, а через год взглянулся на моей бабушке там. Дальше в жизнь, как в жизни его и военной семьи, напоминал острый глобус, где гарнизоны меняли друг друга быстрее, чем звезды на погонах. Поэтому моя мама пошла в школу в польском гарнизоне, а заканчивала ее уже в Брятти. С 93-го года девушка служила в самолетной эскадрилье, где наряжала самолеты авиационными бомбами и ракетами. После он был переведен в отдел кадров, где и работает до сих пор. На пенсию он нашел звание в полковнике, где здесь медали, среди которых медаль заводится в доброй старой степени и за вклад на развитие города, оскоряя на Весебирске. Наша семья уникальная, так как у Балышка у меня тоже военнослужащая. Начинала она с вызвания «Радовой» в 91-м году, служила на узле связи и была телеграфистой. А в 98-м году она была переведена в секретную часть. На пенсию она уходила в звание старшего прапорщика в должности начальника секретной службы. Это очень ответственная работа, поэтому у Балышки тоже есть много наград за отличные службы. Самое значимое из них – заводит суть добрых второй степени. Неудивительно, что моя мама и ее брат, Черепанов Игорь Олегович, с самого детства мечтали стать военным. Этих детства были так и не похожи на жизнь обычных подростков. Они играли совсем не детскими игрушками, и они с малых лет узнали, как встроена кабина пилота в боевом бомбардировщике. Они применяли форму взрослых и мечтали о поступлении в военное училище. Жизнь сложилась так, что моя мама выбрала другую очень важную немедленную профессию, а я слава учителем. А вот для Игоря пошел по стопам дедушку. Он закончил иркутское военное авиационно-техническое училище, включав им звание капитана служит в ВВС, специалистом по авиационному вооружению. И теперь уже я, Игорь, и мой двоюродный брат Пикослав Черепанов примеряю военную форму наших родных. С удовольствием изучаю строение легендарных скобалётов, террасептов и скобалётов. И, конечно, мечтаю на будущее. И я знаю точно, что только благодаря таким людям, как мои родные, мы можем выбирать любую профессию, ведь они позаботятся о том, чтобы над всеми врачами, строителями и учителями было мирное в любое мире, а мы и наши дети жили здесь. Вот, посмотрите. В принципе, здесь, конечно же, очень тоже можно найти всего и много проблематичного. То есть здесь, во-первых, и переходы, и отсутствие вот этого затенения. Помните, в прошлый раз я вам рассказывала как раз о важности того, что если вы выбираете фотографии или видео вертикальные, то заливка вот этого бокового фона обязательно должна быть. И здесь мы видим как раз эту проблему, что здесь этого не было. У нас здесь было очень много различных фотографий, которые вот с чёрным фоном. И выглядит-то, конечно, это очень грустно. Плюс... Да, сейчас где рисовать скажу. Плюс как раз вот этот момент, когда мы очень много используем разных переходов, когда это прям даже не оправдано совершенно. Можно было бы в некоторых моментах оставить перелистывание, потому что, ну, эта идея альбома здесь подошла бы. Но в принципе, да, мы видим, что здесь это через чур использовано, она слишком нарочитая, и это даже мешает восприятию информации. Где можно это рисовать? Отдельный вопрос. Есть специальные программы, которые для видеоскрайбинга. Когда... Ну, то есть их несколько похожих. Вот вы наберёте видеоскрайбинг и найдёте любую ту, которая вам подойдёт. Причём, что есть платные, бесплатные, зависит от функционала, от наличия. Ну, то есть как это работает? В основном, если использовать какие-то бесплатные версии, хотел показать все, что умел, всё хотел показать, да-да-да. То есть зависит, как эта программа устроена. Есть некий набор картинок, достаточно большой по каждой теме. Например, там дети, библиотека, родители, взрослые, ещё что-то. Ну, то есть вот книги, ну, это просто любые категории, которые в каждой программе, конечно, не свои. И там есть набор вот этих картинок. И дальше вы их соединяете между собой и применяете эффект. То есть можно просто как будто бы мелом по доске. Ну, вы наверняка такие ролики видели, и они довольно популярны, когда как будто чёрным маркером по белой доске когда рисуются, а потом всё в одну картину соединяется. Можно кадрированием, масштабированием, когда рисуете мелочь, потом уходите на крупное. Можно, как здесь было, когда от одной цветной картинки вы просто переходите к другой и получаете вот некое цветное поле с теми героями, которые вы использовали. Но где брать картинки? Вот я про это и говорю. Это, ещё раз, видеоскрайбинг этот приём называется, когда вам готовые картинки, к ним добавляется просто приём, как будто их рука прорисовывает. И они автоматически, то есть в программе так формируются. Только здесь, ну, вот важно подобрать, которые вам по смыслу здесь подойдут. Конкретно эту программу, даже сейчас уже не скажу, как она называлась, потому что мы их исследовали несколько. Они обычно после рекламного клиуда потом начинали платные подписки предлагать. Мы на это не соглашались, ну, и выбирали те демо-версии, которые позволяли работать с этим материалом. Так, дальше продолжаем. У нас социальные ролики. А ссылки нет. Ну, вот, Лариса Петровна, если вы мне напишите на любой из тех контактов, которые я уже много раз показывала, могу, да, ещё раз даже написать свою почту, например. Если вы мне напишите, то я вам найду и потом обязательно скину, потому что, ну, сейчас табликов у меня нет, искать я сейчас время тратить не хочу. А вам отдельно я бы потом прислала именно ту, в которой создавали этот ролик, например. Вот почта моя, ещё раз, фокусник, 19802, собака, mail.ru. Можете спокойно на неё писать. Дальше, значит, мы переходим с вами социальные ролики. Я говорила, да, что у нас есть, чтобы мы с вами в одном ключе понимали понимание социальных роликов, я в прошлый раз проговорила. То есть это некий момент, когда мы... Происки. Какой шок. Свяжитесь, пожалуйста. В прошлый раз, кстати, со мной связывались после вебинара, мне было очень радостно и приятно. Так вот, мы с вами в прошлый раз проговорили про ролик, который был связан с идеей того, как организовать, например, работу с классом над темой денег старшего поколения. И вот этот ролик сегодня есть возможность продемонстрировать. Пожалуйста, давайте посмотрим. Спорим, что ты тоже так делал? Сегодня у нас и для тебя только этот вопрос. Когда в прошлый раз звонил своим бабушкам или дедушкам? Я звонила им сегодня. Вот сегодня, несколько часов назад. Сегодня. Вчера. 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 Вот вчера. Два дня назад. Поза, поза вчера. Несколько дней назад, а дедушки у меня нету. Я звонила, где-то дня, но проезжала, проходила. Не помню. Я не помню, от в ... Месяц назад. Наверное, месяц назад. Где-то месяц назад. Да, ну вот, то есть, когда никаких каких-то бесед нужно вести, дети в момент уже монтажа, когда они выстраивали поранжирование, смотрели таких версий больше, то есть, кто действительно недавно совсем звонил, а кто уже даже не помнит, когда это он делал, то уже они сами к этой идее подходят. И идея, вот эта, она довольно популярная, к ней приходили несколько групп в разное время, то есть, это вот средняя звена у нас снимала эту идею. И сейчас вот еще один такой ролик, который называется «Родители». Ну, из социальных роликов это сегодня последний, больше, конечно, достаточно. С самого раннего детства наши родители всегда были рядом. Они всегда помогают нам, всегда и во всем нас поддерживают. Каждый день они вкладывают в нас частичку сюда. Именно они готовы отдать последнее, лишь бы мы ни в чем и никогда не нуждались. Они готовы сделать все, чтобы мы были счастливы. А что делаем мы? Молик, они ждут нашего звонка. Они постоянно волнуются. И в голове постоянно эти ужасные мысли. Где мы делаем? Что с ним? А что? Если однажды вы придете домой и там не будет? Что если с нашими родителями что-то случится? Что если вдруг мы станем? Может быть, мы так много и не успели им сказать? Люди, не забывайте своих родителей. Помните, порой достаточно просто взять трубку. Мы в зависимости от возраста разные бывают реализации. но здесь видно, что это детей волнует, и у них, мне кажется, очень получилось это сделать трогательно. Эффекты, как раз посмотрите, какие были использованы эффекты, как раз уже на этапе съемки и затем при монтаже. То есть вы видите здесь, например, вот эти голоса в голове при помощи эхо, они так озвучились, сделали очень интересно, что действительно возникает это впечатление. Например, кадры с дискотеки были созданы тоже таким образом, что прям погружают в атмосферу. То есть здесь, конечно, уже такая более профессиональная работа и гораздо более сложная, чем ту, которую вы видели до этого. Но она, в принципе, на определенный эффект рассчитана, и этот эффект здесь достигнут. Так, ну и пока с этими роликами достаточно. Если у нас с вами еще время останется, то мы еще с вами посмотрим примеры промо-роликов, тоже, о которых я говорила в прошлый раз, но уже не хватило у нас времени на то, чтобы посмотреть. Остался у нас с вами один момент, который сегодня нужно обсудить, это создание каких-то образовательных видео. На прошлом уроке мы... на прошлом уроке, видите, что творится. На прошлом с вами нашей встрече мы, когда на практике программе создавали, мы тренировались сделать быстрое видео, и я показывала, как туда можно добавить и видео введение, и звуковую дорожку и так далее. Но мы не проговорили с вами о том, что такое образовательное видео, из каких частей оно должно состоять, и, в принципе, какие ошибки можно допустить при создании образовательных видео. Нас этот момент напрямую касается, потому что, ну, вы понимаете, что мы с этим материалом работаем постоянно. От нас ждут, что мы такие продукты будем создавать, публиковать на собственных сайтах, и это будет распространяться за пределы школы. Думаю, к вам это тоже имеет отношение и достаточно актуальное для вас. Ну, давайте посмотрим. Сейчас для сравнения два ролика. Это тоже не мой материал. Мы просто сейчас сначала оба ролика смотрим, а в момент просмотра вы уже в комментариях пишите, то есть какой вам ролик нравится, первый или второй, какой из них, по вашему мнению, больше подходит на название образовательного, и в чем, соответственно, плюсы того, который вам понравился, или там минусы того, который вам не понравился. Ну, можно любую логику здесь выбрать. Я сейчас, то есть два этих ролика вам покажу по очереди, и затем мы с вами обсудим и поговорим об этом. Итак, первый у нас ролик будет называться «Арифметический квадратный корень». Мы его даже не будем до конца досматривать. Здравствуйте! Сема сегодняшнего урока «Арифметический квадратный корень». Курсом игры мы уже встречали с понятием корня уравнения. Давайте вспомним его. Корнем уравнения называется число, при подстановке которого в уравнении получается верная разница. Сегодня мы познакомимся еще с одним понятем, вяжемым по словам «Курс». Для начала рассмотрим задачу. Найти площадь квадрата со стороны 5 см. Решение. f равна 5 квадрата, равна 25 квадратных сантиметров. Направление состоит в том, что часто приходится решать квадратную задачу. В соответствии площади квадрата нужно найти его сторону. Рассмотрим еще одну задачу. Найти сторону квадрата, площадь которого равна 16 квадратных сантиметров. Обозначим сторону квадрата союз. По условию задачи составим уравнение x квадрата равна 16 квадратных сантиметров. Нам нужно найти x, при подставлении которого в уравнении получится верное равенство. Так как 4 квадрата равны 16 квадратных сантиметров и минус 4 квадратных сантиметров. Число 4 уравнение 4 квадратных сантиметров для обозначения арифметического квадратного корня из числа А, применяя специальный значок. Сам значок называют знаком арифметического квадратного корня. Число А под коренным выражением. По-другому, знак арифметического корня называют знаком радикала. То есть вы видите, здесь никакого звука нет. Здесь предполагается самостоятельная работа детей над материалом. Никаких комментариев, никаких пояснений, объяснений. Спасибо за внимание. Дома 3. Это был первый ролик. Вы уже сейчас будете думать, что здесь можно по этому поводу написать. Я, соответственно, вам еще один, второй ролик покажу, чтобы нам уже было с чем сравнить. Я пока не буду даже ваши комментарии озвучивать. Мы сейчас это потом все вместе обсудим. Так, и второй, это вот этот ролик, который я вам хотела показать. Тоже обратно. Здравствуйте, ребята. Вот вы и девятом классе. И все, для тебя, с этой 17-й школы, нужно написать проект. Проект, кто-то просчитывает, что это такое. Я вам сегодня расскажу. Итак. Проект. А что такое проект? Попробуем с вами. Разобраться. Как подготовить проект? И что вам для этого нужно? Ну, во-первых, надо выбрать тему. Тему вы должны разработать и придумать сами. И подчеркиваю, она должна быть авторская. То есть готовая работа, скачанная из интернета, конечно же, не подойдет. Далее у нас идет введение. Тут идет актуализация, сфера, проблемный запрос, предметы, сферы, не указать, объект, обозначить цели проекта и задачи, как вы будете решать. Как раз в поле помощи этих задач. Дальше идет первая часть, теоретическое видео. Пишутся определения по теме, цели, какие улучшения, изучали эту тему, по каким выводам они пришли. И далее идет вторая часть, практическое. В ней вы можете провести аксессирование, анализ, да, исследование. Ну и, конечно же, продукт. Конечно, не так. Продукт. Вы прям подумали о еде. Нет, не это. Нет, не это. И даже не это. Нет, это должен не прайсный продукт. Бизнес-слан, дейт-стайк, какая-то модель, макет. Если, например, писали парайс о своей семье, вариант продукта может быть на легенеологическое древо. Такая партия пишет, может, в том личном продукте, да, это быть какой-то красивый с тесной буклет. Работа ваша должна быть оформлена шлифтом, тайн, дни, роман, определенным интервалом, да, и постыком. Все подробные инструкции к оформлению работы я влечу вам на вашей почте. Надеюсь, информация была полезна. Буду ждать от вас отравленные связи. С уважением, Людмила Александровна. Так, коллеги, давайте сейчас, чтобы нам с вами уже все демонстрацию отключило. Давайте посмотрим, что у вас получилось, что удалось отметить. Так, иногда в кадре, там, где текст, идет озвучка, а прочесть текст трудно, так как слушаешь диктора. Это было про первый ролик еще, да? Так, второй. Громкие звуки, посторонние звуки в самом начале ролика. Я так понимаю, что если текст напечатан, то его озвучивать иногда не нужно. Так, хорошо, Евгения, спасибо большое. Евгения, какой из этих роликов вам показался более претендующим на звание образовательного ролика? Как вы думаете, какой из этих роликов вызовет более живой интерес у детей? Ну, то есть, иначе говоря, при просмотре какого ролика образовательная задача будет решена и цель достигнута? Так, Елена Валентиновна считает, что первый. Так, Евгения тоже за первый ролик. Мы его с вами как раз промотали, но он там был достаточно протяженный. Он там, по-моему, около 8 минут этот ролик длится. И он вот весь построен именно вот на таком моменте, когда у нас только слайд, за ним только голос. Ничего другого не попадается в кадр. Так, ну вот, если, ну, есть еще у нас какие-то комментарии, нет? Давайте еще маленько подождем, может кто-то комментирует. На самом деле дети такие ролики выключают буквально на второй минуте. Даже если это урок, даже если это им прислали вместо домашнего задания. Они включают на обыстренную промотку, они проматывают до конкретных заданий, они просто просят своих друзей им скинуть какие-то ответы и так далее. То есть вот завлечь таким роликом, как первый, как раз ребят не получается. Только самые целеустремленные, только самые сконцентрированные, которые с хорошим уровнем самоорганизации, которые могут себя заставить сесть и начать изучать материал, вот эти дети, они, конечно, ну, тогда такой материал и освоят. Вот, например, вы своим ребятам в детском саду такой ролик бы точно не подготовили. А если подготовили, то у вас уже на первой минуте кто-то бы начал ковыряться в носу, потом бы дергать кого-то за косичку, развернулся спиной к экрану, и все, вы уже бы не удержали. Потому что мы знаем, что если нет частой смены видов деятельности, частых видов кадров, нет каких-то, я не знаю, моментов юмористических, которые заставят детей привлечь опять свое внимание, засмеяться, может быть. Если всего этого в кадре нет, то тогда получается, что не очень большое количество детей сможет его досмотреть до конца и сконцентрироваться. Сейчас давайте посмотрим с вами как раз презентацию, которая и посвящена основным правилам составления таких... Так, начать демонстрацию, как раз нам нужно будет с вами такой... Какие правила нужно соблюдать при планировании съемки видеоурока. Что такое видеоурок, какие есть подводные камни при его создании. Итак, примерный сценарий любого видеоурока выглядеть, в принципе, может из... Я не говорю сейчас должен, я говорю может состоять из следующих частей. Во-первых, должна быть какая-то заставка. Скажите, здесь у нас была с вами заставка или нет? Вот в этом ролике, который мы посмотрели вторым сейчас, который был про проектную деятельность. Была там заставка или нет? Ага, я же здесь с вами не смогу поддерживать беседу, потому что мне придется все время тогда выходить в группу и просто... Нет, просто педагога там не было у нас, да, у нас там сразу видео педагога началось. Ага, ну давайте продолжим. Значит, у нас действительно примерный сценарий урока должен начинаться с заставки, и заставка, она в принципе может быть любой, но лучше, конечно, если она будет легко узнаваемой детьми, если вы на ней будете изображены и в привычной обстановке, и, например, так, чтобы ученики могли понять, о чем в этом ролике пойдет речь. То есть, ну, здесь, разумеется, нет каких-то идеалов, но, например, у вас у всех есть какие-то представления о том, как вы бы хотели в своем ролике выглядеть. Если вы смотрели на моем канале что-то, то вы видели, что у меня в основном заставку, я их рисую в конве, где пишу темы и свой профиль просто вырезанную фотографию туда прикрепляю, то есть однозначно, сразу обозначаю, что это и я здесь присутствую, но и он несет уже некоторую информацию, которая поможет мне как раз обозначить, что это за ролик и что мы в нем увидим. Дальше. Интро. Это некое быстрое видео, динамичное, яркое, с громкой музыкой. Но здесь вы правильно отметили, как раз, когда мы с вами сейчас рассматривали, вот в комментариях, по-моему, кто-то даже это обозначил, да, что у нас что-то со звуком там было, да? Посторонние звуки в самом начале были у нас в комментарии. Да, совершенно верно. Вот здесь как раз именно об этом идет речь. У нас здесь у интро был очень громкий звук. Вот эти цифры в начале, которые начинали отсчет, во-первых, на мой взгляд, в образовательном ролике, они, наверное, не очень уместны, а больше для таких неклассных больше подходит, конечно. Ну и во-вторых, конечно, да, звук нужно было здесь выравнивать так, чтобы он не резал слух, потому что я сейчас еще регулировала, я сидела возле колонки и вам его уменьшала, а в оригинальном ролике он еще громче сделан. Но хорошо, если есть какое-то интро, например, какая-то заставка к уроку. Она может быть даже одна и та же, но повторяться из урока в урок, и таким образом настраивать уже детей на активную деятельность дальше. Вступление. Здесь у нас во втором ролике оно было, и хорошо, если это видео у нас представлено как раз не закадровым голосом и какой-то картинкой, а именно самим педагогом в кадре. Когда педагог настраивает, вот помните, я говорила о важности создания единого образовательного пространства. Здесь как раз именно это. Мы искусственно создаем такую атмосферу, что типа, ребята, несмотря на то, что вы дома, вот она я, вот моя речь, вот мы с вами сейчас будем работать, то есть это все у меня, я вас вижу, слышу. То есть несмотря на то, что на самом деле это видео, мы некую условность такую придаем. И очень важно, чтобы как раз это вы поприветствовали своих детей самостоятельно. То есть это вроде бы не где не прописано, потому что это достаточно новый сейчас у нас формат видеоуроков, но мы понимаем, что без этого не обойтись. Нужно, чтобы было как раз рассказано здесь о теме занятия, но нельзя затягивать. Мы не превращаем это в классный час, мы просто очень быстро, четко, лаконично обозначаем, зачем это видео снято. И, кстати, хорошо, если ваше видео, ну и в названии несет сразу тему, по которой оно снято, чтобы у детей не усложнялся поиск материала. Дальше. Виды у нас роликов, то есть могут быть у нас говорящая голова. Ну это вот то, как выглядят все сейчас наши вебинары, к сожалению. Здесь у нас, кроме того, что происходит знакомство, аудиоинформация может быть представлена, но и хорошо было бы, если бы было разнообразное количество видео там использовано. И если уж так получилось, то лучше снять несколько ракурсов и затем их кадрировать, чтобы сочетать эти форматы. Какой еще это может быть ролик? Ролик может быть скринкаст, когда у нас запись экрана. Полностью мы на экране демонстрируем что-то. Вот, например, как эта чудесная женщина в первом ролике, она показывала запись своего экрана, где она пролистывала презентацию. Ну или она создала весь свой ролик только из фотографии презентации. Но в чем здесь проблема? У нас нет живого участия педагога. У нас, в принципе, очень затянуто. У нас голос достаточно звучит монотонно, поэтому сложно воспринимать информацию, хотя там все термины выделены, все обозначено. То есть, по идее, да, можно с такой информацией работать, но сложно воспринимать. Хороший вариант ролика – это картинка в картинке, когда вы демонстрируете на экране что-то одно важное, а себя, видео с собой вы размещаете в углу этого экрана. Вот мы знаем, что у нас есть функция наложения в программе «Муави», и вы можете при помощи этой функции такие видео легко создавать. То есть, вы таким образом демонстрируете, рассказываете, показываете, как сделать, что сделать и так далее. И это, опять же, придает живость тому, что вы говорите. Но здесь один момент. Имейте в виду, что нужно переключать внимание детей, потому что они могут отвлекаться от того, что изображено на самом экране, вот та информация, которая, собственно, главной является. Она, может быть, на вашу мимику отвлекся, и вот какой-то материал не увидел на экране. Ну и плюс, когда формируете слайд, на котором вы будете объяснять материал, понимаете, в каком углу у вас будет ваше видео размещено. Иначе вы рискуете собой потом выбирать, куда вас разместить, а вот перемещать себя по экрану точно не стоит. Лучше сразу запланировать то место, где вы будете находиться во время этого ролика. Кроме того, у нас может быть использована различная анимация, ну вот как ролики про профессию, когда мы невольно следим за развитием событий, когда вот есть вот эта рука, которая передвигается, предметы, например, стрелочка какая-то будет двигаться. Это все цепляет, это все цепляет, и если это мой еще хороший закадровый голос сопровождает, что ого, посмотри, все в этом точно детей своих зацепится. Можно, например, все занятие в форме какого-то виртуального путешествия, где у вас будет вот эта карта, и вот ваш этот будет передвигаться игрок и так далее, то есть и дети будут присутствовать на каком-то путешествии. Ну это же вот всегда вот эти легкие правила игры, которые нужно создать, чтобы дети включились. Да, вот здесь вы можете это делать. Что такое инфографика? Это как раз вот когда у нас есть один слайд, а на нем много всего, и при помощи кадрирования и масштабирования мы эту информацию в поддержку своего рассказа как раз приводим. А при этом она вся вот на одном поле располагается. Ну, здесь разные примеры. Переходы и заставки. Мы при помощи этих элементов отделяем значимую, сущную вот часть урока от того, что мы хотим, например, выделить. То есть вы можете при помощи этого просто сделать акцент на каком-то. Мы говорим о том, что обязательная смена деятельности, она должна присутствовать, иначе ребенок просто не сможет сконцентрироваться на важной информации. Он в потоке речи ее потеряет. А если вы при помощи чего-то вот такого звонкого, яркого поменяете, внимание привлечете, то после этого можно давать какой-то важный блок, который обязательно дети все услышат и увидят. Ну, если мы с вами нарисуем наш план в виде урока, то выглядит это будет так. Ну, вот еще раз, да, заставка. Это вот некое реальное фото или красивый слайд с тем, что там написана тема урока, автор и так далее. Это некая интра, где у нас уже присутствует наш, здесь у нас Павел снова присутствует, где он приветствует учеников, например, и заявляет, какая тема у нас будет. Дальше идет у нас некий фрагмент урока, например, погружение в тему или подробный рассказ, или слайды с информацией, то есть, ну, что-то такое, что вот суть урока будет составлять. Причем напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, сколько по времени должен длиться в идеале вот такой видеоурок. Сколько бы времени, даже не ваши дети, а вы, сколько вы могли бы выдержать просмотр такого урока. Дальше, следующий фрагмент у нас идет. Вот здесь у нас могут быть снова какие-то уже конкретные примеры. Здесь мы можем сменить формат нашего видео. Например, вот здесь мы будем использовать анимация или картинка в картинке. Здесь мы будем подробно акцентировать внимание на том, что только что увидели. Дальше, например, мы снова можем использовать... Ну, то есть вот все эти элементы, видите, все через переходы идут, и дальше у нас идет домашнее задание. Лучше использовать, если у вас эта информация где-то на слайде, то, конечно, хорошо, если вы прям скринкастом это запишите или разместите эту картинку, и она долго у вас будет длиться, как раз в момент вашего объяснения. Для чего это? Для того, чтобы дети могли нажать паузу и, например, сфотографировать, или сделать скриншот себе и оставить, потому что это самое важное, что им нужно сохранить, плюс они запоминают ваши комментарии по поводу этого фрагмента. Ну и последняя финальная заставка. То есть опять мы снова возвращаемся к тому, с чего начали. И вот мы в ролике, который мы сейчас с вами посмотрели, мы видели, что у нас вначале было видео, интро-объяснение, а в конце уже просто фотография педагога, которая напоминала, что да, это я, да, вот мы с вами сделали. Ну и в конце уже титры финальные были с тем, что у нас закончилось. Так, ну мы с вами сейчас два примера уже посмотрели как раз, поэтому можно отсюда уйти. Пожалуйста, я вас спросила, задала вопрос по поводу того, насколько времени, по вашему мнению, может рассчитан быть урок. Как вы считаете? Лучше от 2 по 5 минут. 10 минут – это утомительно для взрослых. Так, на метод объединения выступаем по 10 минут. Так, и там многоточие. И это выступаете вы или это видео без вашего участия? Я думаю, что вы сейчас живое выступление свое имеете в виду. Когда живое, здесь все-таки другая возможность. Мы можем с вами взаимодействовать. Вы можете у меня что-то спросить, я вам что-то ответить. И, ну, то есть здесь не возникает отсутствия какого-то живого человека. Здесь-то я есть. Ага, и видео, и мы, да. Ну, то есть у вас объем 10 минут выступления. Иногда представляем видеопрезентацию. Так, для детского сада 2 минуты даже может быть и много. Да-да-да. Я вот о том же, что образовательное видео, если это только уже прям такие взросленькие детки, ну, тогда да, наверное, 1-2 минуты, ну, 2-5 минут максимум. Это то, что можно им предложить. А то и меньше, конечно. Потому что мы с вами видели, вот это видео по проекту, оно всего там 4 минуты длится. А вы успели там и поскучать, и минусы написать. А 4 минуты всего оно длилось. Ну, то есть это вот надо это иметь в виду. Конечно, когда видео создаешь, кажется, что у тебя столько всяких идей, столько всего хочется рассказать, и ты просто не укладываешься. А потом при просмотре уже оно начинает казаться затянутым, начинаешь понимать, что вот это было лишним, вот здесь надо было по-другому и так далее. Особняком стоят видео, в которых запланированы элементы взаимодействия. То есть вот помните, в первом у нас ролике педагог попробовал это сделать. То есть она просто, пример, давала паузу какую-то, выдерживала, и потом публиковала уже, собственно, так, нужен интерес, видео или какая-то загадка. Да-да-да, если есть задание в начале, например, а в конце нашего ролика ты сможешь узнать, кто там что-то сделал, то тогда весь ролик, или, например, пока смотришь ролик, посчитай, сколько раз в видео появится солнышко. И дети тогда, не отрывая взгляда, они смотрят на экран, они и слушают внимательно, потому что они же в этот момент сосредоточены, и плюс они еще и посторонние все детали на экране обязательно за ним запоминают, что они там увидели. Вот. Получается, что у нас вот эта длина ролика, она может быть короткой, но можно его немножко удлинить, если вы включили туда элементы интерактива. Что такое интерактив? Это когда запланирована какая-то игровая деятельность, которую вы уже в видео заложили. Примером такого интерактива можно считать квизы. Я уверена, что вы тоже про них уже и видели, и слышали, но если никогда не слышали, то очень рекомендую вам, например, кроме солнышка вряд ли что-то запомнят, ну, значит, надо связать это с темой того, о чем вы рассказываете или показываете. Ну, это просто сейчас я первое, что в голову пришло, конечно. Можно, конечно, на чем-то другом сконцентрировать внимание и вопрос задать. Так вот, если вы никогда не слышали, что такое образовательный квиз, то я вам очень рекомендую познакомиться в Инстаграме с таким блогером, как, ну, у нее там ник вот этот, он называется «Погремуха». На самом деле ее зовут Алина, и она, у нее, то есть, есть свой прям отдельный сайт, где она публикует квизы готовые, и она даже распространяет, то есть платно можно их купить. Но в чем суть? Вот любой из вас может, собственно, квиз создать самостоятельно, это стоит только попробовать, немножечко потренироваться, и у вас однозначно это получится, потому что это очень легко и просто. И самое главное, вам это очень сильно облегчит задачу при работе, например, с группами детей. Сейчас объясню, что это такое. Это некая викторина, да, да-да-да, вот к этому я и перехожу, что такое квиз. Это некая викторина, которая в формате видео уже предлагает детям сам ход игры. То есть выходит, например, игровое поле, объявляются правила, что будет несколько туров, вот сейчас первый тур, сейчас будет вопрос, затем минута у вас на обсуждение, пожалуйста, напишите ваши ответы на листочках. И все эти видеоинструкции вами уже заранее записаны, дети это все смотрят на экране и слушают. Затем дальше вот начинается эта игра, появляется вопрос яркий, красочный, например, звучит музыкальный фрагмент, нужно подумать, из какого мультика этот фрагмент, и дальше говорят, а теперь, внимание, вопрос, из какого мультика этот фрагмент. Ребята, у вас есть время для обсуждения. И дальше появляется таймер, на котором в обратном порядке отсчитывается вот эта минутка времени, которую вы решили, что... Лариса Петровна, очень жаль, что звук ужасный, надеюсь, что это не с моей техникой связано, потому что мы сегодня проверили, конечно, уже тут все, что можно было, чтобы все хорошо работало. Так, ссылку или написать... Ну, Лариса Петровна, мы же с вами договорились, что вы со мной свяжетесь, и я вам и на квиз ссылку тоже обязательно тогда скину. Так, получается, что дети... Так, сколько еще по времени? Ну, у меня, в принципе, до... Ну, я не знаю, сколько у вас сейчас по Москве. У меня 19.33, соответственно, у меня до 20 часов должен быть вот этот период общения с вами. Я еще буду только еще про один момент рассказывать, поэтому если вы убегаете, конечно, рада была и очень благодарна, что вы с нами сегодня были, поэтому большое вам спасибо за активную работу. Что-то вы можете потом досмотреть в записи, потому что весь эфир этот сохраняется. А вы мне уже написали, Лариса Петровна, очень хорошо, обязательно отвечу. Вот. И у нас, получается, в чем преимущество квиза, зачем, да, если я могу встать у доски и, в принципе, все то же самое вести. На самом деле, очень большая польза. Правила за вас уже кто-то другой объясняет. Все это ярко, красиво, на экране. Появляются мультяшки, которые вот эти вопросы задают. Ребята поглощены игрой. А ваша задача, вы с себя вот эту часть уже сняли, вы уже подготовились заранее. Ваша задача потом вот просто находиться в группе и выполнять организаторские функции. То есть вы спокойно, ребят рассадили по группам, кто не понял, что нужно сделать, тем листочек подвинули, этим карандаш нашли, этим шепотом попросили себя тихонечко вести и так далее. То есть вы занимаетесь всем тем, что очень трудно держать под контролем, когда вы ведете игру. И таким образом вот это разделение обязанностей, вот тут идет игра, а вот здесь я все рассказываю, она, вот, очень хочу научиться. Я, значит, обязательно тоже, Наталья, можете написать мне. Я сегодня эту ссылку просто не подготовила, потому что не думала, что такой интерес это вызовет. Если с вами еще кто-то будет работать, Павел, например, я ему скажу, что Алину тогда нужно пригласить, она бы вас и научила создавать такие квизы. Потому что, на самом деле, я этим тоже широко пользуюсь, это очень здорово. Сейчас у нас будут интеллектуарные турниры, мы его проводим в дистанционном формате, и мы вот именно эти технологии и использовали для того, чтобы работать с коллегами и с детьми. Так, это все, что касалось у нас, это был пример того, какой интерактив можно использовать и как можно использовать такие видео на своем же уроке. Вроде я тут же присутствую, но я, получается, сделала себе половину задачи легче, чем планировала. Последнее, что осталось мне сегодня, и у меня вот еще 25 минут, я постараюсь даже, может быть, чуть-чуть быстрее, чтобы мы с вами не задерживались, о чем я еще хотела рассказать. Многие говорят о том, что не представляют, с чего можно начать, если у вас, например, ничего не создано, или вам поручили какую-то точку роста, и вы никогда не работали ни с техникой, ни с чем, то я вам расскажу о том, как мы, в принципе, создавали студию буквально за неделю. О чем здесь идет речь? Я вам сегодня уже проговорю... О, перейти секунду, я, наверное, уже все включила, а демонстрацию-то я вам не начала, да? Да, сейчас начну демонстрацию. Давайте еще раз. Так, вот, коллеги, скажите, сейчас у нас появилась презентация, чтобы я могла уже продолжать. Да, все, большое спасибо, значит, все, я перехожу к презентации. Итак, посмотрите, пожалуйста, я обозначила сегодня эту проблему. У нас был период, когда все взрослые дети выпустились из школы, и детей маленьких мы еще не успели привлечь к себе. И нам нужно было какое-то привести мероприятие, которое позволило бы и заинтересованных детей привлечь, и чему-то их научить, и какую-то профориентацию провести. То есть задача была глобальная. И я думаю, что у вас, например, на примере старшей группы можно было бы какое-то мероприятие, ну, конечно, ни разовое, ни недельное, может быть, месяц этому посвятить. Но зато у вас дети бы потом настолько хорошо понимали, с чем связана работа тех или иных специалистов в медиа, что, возможно, это бы их заинтересовало на работу в дальнейшем. Итак, вот у нас была проблема, что нам нужно было решить, как сменить состав медиагруппы или как начать с нуля, да, где взять детей, которые хотели бы этим заниматься или как их заинтересовать. Кроме того, нам нужно было провести профильную смену, и мы решили, что как раз это нам и поможет эту задачу решить. Мы проведем профильную смену, где найдем этих детей. Какие были поводы для грусти у нас? Ну, во-первых, как я и говорила, школа самая обычная, финансирования дополнительного никакого, поэтому мечтать о том, что мы пригласим кого-то из мира кино, и он придет и своим влиянием всех покорит, конечно, не было даже возможности рассуждать. Кроме того, в школе нет никаких профессионалов из мира в медиа, два учителя английского языка, и мы больше ничего не умеем. Ну, я имею в виду, конечно, мы учимся вместе с детьми, но называть себя профессионалом я не берусь в ни в коем случае. И поэтому нам нужно было прямо научить всему и сразу, а у нас есть и сайт студии, и группа в ВК, и аккаунт Инстаграма, и канал на Ютубе, и обо всем этом рассказать, но это не представлялось возможным, потому что довольно трудно. Но какие при этом были поводы для радости? Ну, во-первых, как раз это то, что совпало с возможностью организовать профильную площадку на каникулы, то есть у нас были свободные помещения, а для нашей школы это актуально, но у нас небольшая, проблема найти свободное помещение нет. У вас вообще с этим трудно в садике каникул не бывает, но, возможно, есть какие-то другие технические ресурсные возможности, где можно было бы такие занятия проводить. Или вы просто это впишите в свою программу, где у вас это будет как раз в вашей внеурочной деятельностью. У нас были выпускники студии, которые были готовы приехать поделиться опытом. Ну и плюс мое правило «Мир не без добрых людей» – это как раз те самые сетевые партнеры, с которыми при помощи личного обаяния удавалось договариваться, чтобы они просто пришли поработать с ребятишками. Целевая аудитория у нас – это была пятая и седьмая класса, 15 человек мы себе спланировали, и именно на них и работали. Значит, какое решение нам было принято? Вот мы его назвали так «5 дней, 5 открытий», но у нас же всего неделя, соответственно, мы и не могли растянуть это на большее. Но вы можете у себя, например, как-то по-другому это сделать. Каким образом мы распределили эти дни? На первый день мы изучали все, что касается фото, и делали различные фото, различные жанры. Вы тоже можете со своими ребятами такое, например, обсудить, какие фотографии им нравятся и какие не нравятся, почему. Потренироваться делать, может быть, там, например, соединить это еще с какой-то тематикой, например, фотографии какие-то тематические по профессиям делать, еще что-то. Ну, то есть, я говорю, вариантов здесь, конечно, может быть много, но, то есть, первый день был полностью посвящен фото, и мы об этом говорили, учились это делать. Второй день у нас был полностью занят видео, но причем только моментом съемки, причем как съемки большой, пространственные, так и блогерство, ну, то есть там два разных направления. Третий день был посвящен программам монтажа и фотообработки. Четвертый день – это различные, как формировать различные посты в соцсетях или статьи писать, тоже очень важный момент, но это, опять же, для школьников. Ну, и плюс пятый день – сама журналистика, собственно, а где же это профессионально, кто же это делает и какие тут есть особенности. Очень важно было спланировать это так, чтобы четко мы понимали, на каком моменте что происходит. Вот грамотное планирование, как оказалось, оно было прям залогом всего. Когда мы прям прописали четко себе, вот это делаем, вот это должны получить, вот это ребята нажимают. И вот тогда у нас прям просто все прошло очень четко, логично, и всем все было понятно. Расписание дня выглядело примерно таким образом, то есть вы видите, что здесь была учтена и период, когда у нас была теория, у нас была практика. Сначала индивидуальная, каждый тренировался, потом практика группы, продукт какой-то группа готовила. Затем мы его обсуждали, оценивали, обедали. И финалом каждого дня у нас был час со звездой, когда приходили как раз вот эти приглашенные специалисты, которые помогали нам разобраться с материалом, с тем, что мы отснимали за день, и давали какие-то свои комментарии, отвечали на вопросы ребят. Очень интересные встречи были и с блогерами, и с журналистами, и с фотографом, который пришел с целым чемоданом техники, показывал все, ну наш просто местный фотограф, мы к нему обратились, и он с удовольствием отозвался. Он принес все свои фотоаппараты от юности до настоящего времени, и детям разрешил все потрогать, посмотреть, и пленочные, и так далее. То есть это, конечно, был очень такой увлекательный момент. Из разряда, без чего это прям мероприятие бы не получилось. Ну, во-первых, широкое освещение событий. Ну, у нас-то в нашей школе понятно, нам нужно было создать ажиотаж, у вас тоже, если вы его проведете как рядовое, ну, что-то там, русская изба, знаете, в культуре, там, еще чего-нибудь, тогда и никакого особого интереса со стороны детей или родителей вы не получите. А вот если вы начнете говорить о том, что вот, а в декабре нас ждет с вами интересный месяц медиа, а что такое медиа, мы тоже узнаем, а мы будем с вами как настоящие журналисты работать, и, то есть вы и родителей уже заинтересуете, и детей, они будут ждать этот процесс, нам это позволило даже провести конкурсный отбор. То есть если бы мы сказали, там, ждем три человека от каждого класса, то, скорее всего, это превратилось бы в обязаловку, и никто не пошел. Поэтому мы здесь пошли на такой хитрый ход, мы сказали, нет, у нас очень жестокий конкурсный отбор, поэтому, пожалуйста, напишите резюме, расскажите, зачем вам в эту школу блогерских каникул, что вы хотите там научиться делать, хотите ли вы в Радугу, о чем вы будете нам полезны. Ну, то есть мы прям вот так подошли, и как только дети поняли, что, ого, туда отбирают лучших, у нас сразу появилось большое количество участников, мы действительно, мы, конечно, потом взяли всех желающих, мы провели несколько таких смен, и так и объясняли, что тем, кто не попал первым, мы проведем еще одно, не переживайте и так далее. То есть, конечно же, учли эти интересы, никого не оставили, но зато подогрели интерес детей к самому мероприятию. Это, конечно, важно было в рамках этого проекта, соблюдать вот это развитие сетевого сотрудничества. Здесь мы очень благодарны всем коллегам, кто отозвались, но я говорю, здорово, что есть люди такие, которые готовы вот бесплатно консультировать, отвечать, рассказывать и так далее. Это всегда очень ценно. Ну, потому что мы в образовательных организациях, в государственных работаем, нет у нас возможности с вами что-то тут вот привлекать за деньги специалистов. Наличие четкого плана, я уже сказала. Ну, и плюс, видите, для ваших деток, может быть, это не очень актуально, хотя если подумать, и в виде комиксов или картинок, наверное, тоже можно подумать, какие чек-листы или запоминалки для детей вы могли бы здесь сделать. То есть, как надо держать фотоаппарат, как не надо держать, как стоять в кадре. Ну, то есть, это можно зарисовать или найти какие-то картинки. С детьми эти правила сначала разработать, вместе обсудить, и потом этот плакат у них будет как напоминание. То есть, это вот все обсуждаемо, и про то, что под каждый возраст, конечно, найдется свое решение. Важным было, чтобы результат, который получается, видели все. То есть, вот это у нас была создана прям специальная группа, она была закрытая, разумеется, но все желающие дети, родители туда могли зайти, ну, это оговаривалось заранее. И с результатом, который получили дети на этой практике, они могли познакомиться. И, конечно же, это вызывало такой интерес, и здорово, что у детей так насыщенно проходили каникулы, то есть, родители тоже были совершенно довольны получившимся результатом. Ну, и плюс мы, конечно, говорили, что за каждый этап ребята за успешную работу, они получают какие-то свои ачивки, это так называется, выборов у нас, да, но, тем не менее, какие-то значки отличия, и потом мы должны были посчитать, у кого сколько накопилось, и по результатам этого принять в «Радугу ТВ» лучших. Ну, вы видите, судя по картинке, все оказались лучшими, у всех хватило значков на то, чтобы мы их приняли в это сообщество. Ну, как результат, что? Ну, да, у нас, конечно, поменялся наш состав. Вы видели ту фотографию, где одна молодежь у нас стояла, и эти дети до сих пор у нас работают, они сейчас уже в восьмом классе. Метапредметные навыки развились, потому что дети без усилия, без насилия практиковали то, что им пригодится на любом предмете. Они практиковали работу в команде, и это пригодилось потом им во время дистанционной работы, потому что мы с ними совместно в Google Документах работали, и потом легко их перестроили на эту работу, когда ушли на дистанцию. Ранняя профориентация, ну, и плюс у нас появился опыт проведения профильных смен, которые легко масштабируются и представляются на других регионах. Ну, и вот мы, как результат, видите, да, вот здесь мы опубликовали в основной группе, что у нас сменился состав, у нас было очень много различных комментариев от детей, от родителей, что им все понравилось. Ну, и можно сказать, да, что этот проект был признан у нас успешным, потому что, ну, цели, которые мы перед собой поставили, мы их легко достигли. И, то есть, ну, для меня это... Так, ага, здесь у нас предупреждение, что у нас, окажется, запись скоро может продлиться. Ага, вот. И давайте остановим пока демонстрацию. То есть цель наша была достигнута. Дети пережили все этапы производства материала, каждый выбрал какое-то направление, и все это у нас привело к тому, что, ну, да, конечно, вот мы добились нужного нам результата, и теперь у нас есть хороший сценарий, по которому мы можем такие смены проводить хоть каждые каникулы. Коллеги, на этом, собственно, мой материал, с которым я вас планировала сегодня познакомить, он весь. У нас сегодня с вами не было таких ужасных прерываний, которые мне в прошлый раз помешали с вами поработать благотворно. Сегодня вот все цели, которые я ставила перед собой, мне удалось достичь, поэтому я надеюсь, что для вас тоже было это, хотя бы в плане идей каких-то полезно было послушать, вы сможете это реализовать в своей деятельности и найти этому применение. Так, у нас комментарий, давайте посмотрим. Дети снимают на занятиях, а потом мы разбираем ошибки и пытаемся исправлять. Да, замечательно. Вот этот от обратного, это тоже хорошая очень технология. Совершенно я с вами тут согласна. Здесь можно этим пользоваться, конечно. У нас тоже такое бывало много раз, когда мы сначала смотрели на то, что получилось, потом обсуждали, что надо исправить. И из того же отснятого видеоматериала, который был у них уже и так, ну, много было всего снято, мы просто переделывали монтаж и получали совсем иной продукт. И это, конечно, ну, да, производит впечатление. Спасибо, что вам, ну, да, было полезно и познавательно. Ну, пользуясь тем, что еще пара минут у меня есть, я от вас сейчас жду, может быть, какие-то еще вопросы, здесь и комментарии. Узнаваемо, да, 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 именно, да. Типично все и везде, я же говорю, все дети одинаковые. Вот, и я сейчас покажу еще промо-ролик. Мы с вами говорили, да, что у нас еще есть жанр промо-ролика. Вот у нас, собственно, мы его и посмотрим. Промо-роликов, на самом деле, мы снимали очень много разных. В чем отличие промо-ролика от любого другого? Ну, то есть это когда у нас должна быть представлена быстро комплексная информация. Желательно, чтобы она была без, например, так, ну, я даже не знаю, что нам здесь с вами сказать. Желательно, чтобы она у нас была без каких-то слов на заднем фоне, потому что легче всего под музыку он воспринимается. Ну, давайте вот, например, посмотрим такой пример. Он как раз на минутку у нас, минуты 47. Угу. Так. Вот. – Хорошо. – Хорошо. – Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Если вам будет интересно посмотреть еще какие-то варианты роликов, ну вы видели, то есть это мой канал, на котором я сегодня все это показывала. Здесь практически все эти примеры, они в свободном доступе, но только вот некоторые были закрыты. Найти меня, ну можно вот по имени и фамилии, можно с сайта педагога перейти, то есть сайт я вам тоже рассказывала, как открывать сайт. То есть вы набираете просто Емельянова Юлия Олеговна сайт и попадаете на вот эту ссылку, ее можно не запоминать. И здесь, если вы вниз пролистаете, то вы увидите, вот она ссылка на YouTube канал, здесь же вот моя почта, если вдруг вы не запомнили. И здесь еще есть несколько вот разделов, где можно будет, например, что-то посмотреть для себя, если вам что-то интересное из того, о чем я говорила, но еще не рассказывала подробно. То есть здесь у меня есть разделы методические семинары, где как раз вот какие-то интересные вещи я рассказываю. Здесь есть выступления, опять же, тоже здесь не обязательно по медиаобразованию, здесь разные есть и цифровые инструменты, и переход на дистанционное обучение, и ряд в СНЕЙЛ мы тоже там рассказываем. Ну, то есть темы всякие разные бывают, но я к тому, что весь опыт доступен, и если вам что-то будет интересно, то... Так, нет презентации. Это какой презентации нет? А, поняла, демонстрации сейчас не было, да, где я сайт показывала. Ой, все, Лариса Петровна, спасибо большое, сейчас еще раз такое продемонстрирую. Вот, смотрите, да, вот, то есть я говорила, что вот у нас канал, да-да-да, спасибо, поняла, уже вас теперь уже показывает. На канале вот есть, то есть если вы вышли на мой канал, то здесь можно вот нажать кнопочку «Сайт педагога», вы автоматически перейдете на него, но его также по ссылке можно найти. И вот, я же сказала, у нас вверху есть несколько кнопочек, из них вот самые полезные для коллег, это методическая работа, мои выступления и молодые специалисты, где готовые семинары для специалистов. Ну, то есть вам, возможно, просто из этой информации тоже будет что-то полезное. Ну, и вот, если вы вышли на сайт, то здесь есть ссылка на канал, и здесь же есть вот моя почта, на которую можно легко выйти. На этом, коллеги, у меня все. Я благодарю вас за внимание, благодарю за работу со мной сегодня. Если меня к вам пригласят еще с удовольствием, с вами снова поработаю. Всем вам желаю отличного настроения, удачных экспериментов в области использования технологий. Надеюсь, что вы свой задор и желание открывать для себя какие-то новые границы. А только так можно назвать людей, которые три часа безостановочно слушали семинары, участвовали в работах, ну, вот во всех мной предлагаемых активностях, то, конечно, у вас все получится. Коллеги, спасибо, Наталья. Да, я вас тоже от всей души поздравляю с прошедшим праздником. И пускай вот вся та любовь, которую вам вчера подарили дети и родители, пускай этого задора вам хватит на весь еще учебный год. Огромное вам спасибо, коллеги. До свидания. Продолжение следует...